Я не видел нативного проекта, пока еще ни одного по поводу коронавируса. Трафик в марте-апреле вырос в полтора раза. Эта аудитория часто залетная, она не совсем наша. Многие просто-напросто притаились. Давайте поговорим о рекламе примерно через два месяца. Будет реклама для страхования и для охоронного агентства. Людям надоело читать про то, что мы все умрем. У аудитории происходит двиг в сторону качественных материалов. Тема коронавируса – это не только тема смерти, это тема изменений в обществе. Я очень рада, что мы сумели собраться на наш онлайн-медиаток. Это уже второй онлайн-медиаток пресс-клуба. Первый был в марте и тоже был посвящен ситуации белорусских медиа во времена коронавируса. Сегодня мы продолжаем эту тему. Итак, я предлагаю, наверное, начать с наших медиа-менеджеров, с издателей, с редакторов, чтобы понять, какие сегодня, вот уже спустя, для многих спустя месяц уже работы в удаленном режиме, что происходит. Что происходит в ваших редакциях, какие закономерности вы видите, замечаете ли вы тот самый коронавирусный, так называемый, трафик, который не приносит доходов, ну и как бы что с этим происходит. Я предлагаю, наверное, начать Людмиле. Людмила, расскажите, как, что заметно на Тубае сегодня. Да, все верно, все тенденции, о которых вы рассказали, мы замечаем. У нас очень большой всплеск трафика, очень большой рост трафика. И даже с учетом того, что в январе и феврале еще до коронавируса, до его активной такой фазы в нашей стране и по всему миру, у нас были рекордные показатели, трафик в марте-апреле вырос в полтора раза. Конечно, как правильно сказала Алла, этот трафик никоим образом не приносит настолько же высокий, да, рост, скажем, доходов, монетизации по разным причинам. Ну, во-первых, разумеется, кризисные явления в экономике, ожидания еще большего коллапса вследствие всеобщего карантина, эпидемии, пандемии. Соответственно, да, если говорить о монетизации рекламными сетями, то рекламный инвентарь заполняется не полностью. Количество рекламного инвентаря растет, его заполняемость снижается. Стоимость тысячи показов тоже снижается. Рекламодатели, многие, особенно крупные бренды, не хотят ассоциироваться с коронавирусом, они ставят соответствующие настройки. Ну и хотя нам удается усилиями наших специалистов сохранять примерно тот же уровень, который у нас был до того, именно по монетизации рекламными сетями, тем не менее, конечно, роста доходов, аналогичного росту трафика, и близко нет. Что касается медийного инвентаря, то опять-таки из-за кризисных явлений экономики, резкой девальвации и так далее, часть рекламодателей стали вести себя очень осторожно, часть рекламодателей, которые сейчас находятся в тех отраслях, которые пострадали больше всего от этих явлений, сворачивают какие-то крупные рекламные активности, и медийка падает. Наверное, продолжим тогда спрашивать, что происходит в других редакциях. Ирина, что происходит у вас в сети ДОК? Какова ситуация? Что у вас с трафиком? Что у вас с аудиторией? По трафику, наверное, у всех приблизительно такой же тренд. То есть мы тоже наблюдали большой рост аудитории. С одной стороны, это радует, с другой стороны, это вызывает большие вопросы к себе и к будущему, потому что эта аудитория часто залетная, она не совсем наша. Мы пока очень активно смотрим и анализируем те тренды, которые мы видим в марте и сейчас в апреле, пытаясь понять, можем ли мы каким-то образом эту аудиторию удержать, хотим ли, и что нам дальше с этим делать, и готовимся к посткризису, потому что понятно, что в нынешнее время внимание аудитории даже к таким огромным кризисным глобальным явлениям, тем не менее имеет тенденцию падать со временем. И, наверное, это нас всех ждет, и к этому тоже надо быть готовыми. Еще один вопрос, который, безусловно, присутствует, я думаю, в каждой редакции, в каждом издании, это насколько коронавирус выбивает нас в какой-то крен в одной тематике, и насколько мы хотим удерживать все-таки ту редакционную политику, которая свойственна именно нашему бренду. это тоже вызов. И как распределить ресурсы, которые есть в редакции, и человеческие ресурсы, в том числе, на том, чтобы не уходить только в новостную повестку, в одну тему, и как поддерживать те важные для нас темы, которые мы делали всегда и хотели бы делать в будущем. Что касается рекламы, как говорится, тьфу-тьфу-тьфу, наша рекламная, наша модель в меньшей степени зависит от таких вот пиков трафика или провалов, меньшей зависит от сетевой рекламы, у нас пока все неплохо. Более того, мы даже видели немножко удивительный для нас рост в нативной рекламе, но тут тоже интересно, потому что это не какие-то имиджевые проекты, а это скорее клиенты, которые хотят быстро получить доступ к той аудитории, которую предлагает CityDoc, и это скорее продвижение каких-то продуктов. Такое ощущение, что это попытка в последний вагон вскочить, пока у людей еще есть какие-то деньги на то, чтобы что-то покупать. Мы не думаем, что это будет длиться долго, и поэтому тоже, конечно, я думаю, как и все коллеги, думаем о том, что это значит в долгосрочной перспективе, что мы можем сделать уже сейчас, чтобы быть к ней готовы, где будут появляться новые окна возможностей, и что это значит для перестройки бизнес-модели, которая все же в большой степени является для нас рекламой. Спасибо. Татьяна, я прошу вас рассказать, что происходит у вас. Я очень рада, что региональные медиа смогли принять участие в наших медиатуре. Спасибо большое за приглашение. Мы как региональные медиа работаем в двух направлениях. Кроме того, что у нас есть сайт, у нас есть еще и бумажная версия газеты, и поэтому это вносит серьезные коррективы в нашу работу. Собственно, я ничего особо не добавлю к тому, что рассказывали коллеги. У нас те же тенденции, у нас вырос коронавирусный трафик, если его можно так назвать, но этот коронавирусный трафик, он плохо монетизировался, рекламодатели, ну, понятно, что не хочется ассоциировать себя с этим трафиком. Что касается доходов от рекламы, то нас очень порадовала, немножко радует, скажем так, это хорошая новость, что уровень доходов по сетевой рекламе у нас в апреле, скорее всего, не упадет. Он будет примерно таким, чтобы он был и в марте. То есть это хорошая новость. Если говорить о доходах от рекламы нативной, то здесь, конечно, очень большие проблемы, потому что многие рекламодатели просто приостановили работу в регионе, многие просто-напросто притаились, и они так нам очень оптимистично пообещали, что давайте поговорим о рекламе примерно через два месяца. Поэтому доходы, касаемые нативной рекламы, они конкретно упали. Если говорить о том вообще, как живет региональная пресса, как работает газета, то мы перешли на удаленку, наверное, как и все остальные редакции, но один раз в неделю мы собираемся в редакции, потому что нам нужно выпустить бумажную версию газеты. То есть собираемся практически все редакции. Многие сотрудники говорят о том, что работать на удаленке очень сложно, и вот этот сбор в редакции в один день, в среду, да, он добавляет, наверное, какой-то вносит такую свежую струю в нашу работу, люди видят друг друга, и вот в офисе работать, конечно, всем, как показывает наша практика, работать в офисе привычнее и намного эффективнее, чем на удаленке. Особенно сложно работать на удаленке продажникам нашим, и поэтому вот отдел продаж, отдел рекламы мы все-таки не переводили на удаленную работу, а работаем непосредственно редактором. Ну, у нас наметилась еще такая тенденция, мы сейчас главным редактором разговаривали, что в апреле месяце, если за 13 дней апреля месяца, рост, первых 13 дней, рост нашей посещаемости по сравнению с мартом месяцем, да, был практически 40%. А вот начиная уже вот с 14 апреля почему-то мы заметили вот такое-какое-то падение трафика. Пока не можем объяснить это явление, то есть предполагаем, что, возможно, то есть читатели уже устали от этих постоянных вот страшных новостей, да, такое количество умерших, такое-то количество заболевших. Поэтому вот учитывая, что мы понимаем, что мы верим в то, что коронавирус не вечный, и впереди вот светлое, бескоронавирусное будущее, да, поэтому мы немножко по-другому начинаем, ну, начинаем думать о том, что же предложить читателю такое, чтобы даже когда он откроет наш сайт, найдет какой-то материал там через полгода, чтобы материалы не пугали, не пугали эти маски, не пугали эти страшные цифры. Поэтому своей работой мы пытаемся сейчас больше искать, больше писать каких-то историй, искать героев, то есть не просто вот эти страшные, жуткие новости, а пишем о том, как вообще люди выживают в этих условиях, да, в чем они находят позитив. Находим героев наших публикаций, которые живут за границей, и они делятся своим опытом, как они переживают коронавирус. И как показывает практика, эти материалы набирают очень много просмотров. И это, в принципе, нас радует. Хорошо, тогда давайте мы спросим у Алексея, что происходит в Гродно-Лайф, и что вас волнует в данный момент, а потом попросим Артема прокомментировать вот ситуацию по аудитории. Ну, у нас тоже, конечно, заметен небольшой рост трафика, но не такой большой, я бы сказал. Ну, наверное, апрель, по сравнению с мартом, вряд ли будет там больше 15% роста, ну, 20 закончим месяц будет хорошо. Но мы заметили, что растет качество этих посмотров, то есть количество сеансов просмотровных страниц, растет значительно быстрее, чем количество, собственно, пользователей. Страница сеанс, глубина, время просмотра, показатели отказов, все это, в принципе, в апреле значительно улучшилось для нас. Если говорить о похожем, как мы пытаемся делать, как коллеги из Бреста, да, писать все время какие-то новости о том, что все плохо и все умрем, кажется, не очень хорошо. Мы тоже стараемся искать героев, что кто делает в этой ситуации, да, там, например, закрытые все ночные клубы, тем занимается самый известный диджей города в это время, когда негде играть ему, ну, и так далее. Или как родители с ребенком-инвалидом, которые не выходят из дома на 20 лет, стали экспертами по самоизоляции. Например, ну, много чего. По рекламе, да. Конечно, у нас никогда программатик, там банерная реклама не добавила больших денег, и при нашей небольшой посещаемости такой очень локальности и не будет, скорее всего. Поэтому там, то, что было, не было денег, это не так важно. По рекламодателям, в которой мы работаем непосредственно, все, конечно, стало довольно сложно, потому что, судя, у многих нет денег. Но зато мы сейчас будем делать рекламу, надеюсь, они не соскочат, будет реклама для страхования, возможно, что застраховаться от коронавируса, это актуально, и для похоронного агентства. Ну, то есть гробы продают, да, значит, это можно рекламировать. Мы стараемся искать, да, рекомендателей под ситуацию, которая сейчас. Те, кто сейчас заплатит деньги, у кого актуальные товары, это печально не было. По работе нашей, удаленка для нас, как бы, несложная совсем. Дело в том, что у нас офис появился только в январе прошлого года, а мы чуть больше года с офисом своим. А так, до этого мы много-много лет работали, каждый из дома встречались только по понедельникам на планерке. И, то есть, ну, просто вспомнили старое. В этом плане сложностей никаких, конечно, нет. Я предлагаю активно подключаться. Сейчас я бы хотела услышать тот комментарий, который есть у Артема, и потом мы перейдем к блоку непосредственно рекламы в медиа, что происходит с этим. Я хотел сказать, что то, что вы говорите, безумно интересно и в какой-то степени вписывается в мировую тенденцию. Может быть, немножечко от нее по времени отступаю, да? Смотрите, вот есть такой агрегатор Parsley в Штатах, который меряет трафик порядка трех тысяч очень крупных, и крупных, и мелких, точнее, изданий, начиная от Bloomberg и Wall Street Journal и заканчивая региональными изданиями. Значит, смотрите, вот как выглядел трафик новостной на 15 марта, по данным этого Parsley, да? Прошел, ну, месяц и неделя. Значит, вот справа, я не знаю, видно вам или нет, справа внизу, вот желтым, не желтым, а оранжевым, закрашен трафик на заметки о коронавирусе. То есть синий — это все, что не про коронавирус, желтый — это все, что про коронавирус, не желтый, а оранжевый. Вы видите, да, что там, в общем, количество трафика на коронавирусные заметки, по крайней мере, вот на американском рынке, оно где-то примерно, начиная с 20-х чисел марта, начало падать. При том, что вот слева вверху у нас с вами количество статей, которые публикуют американские СМИ про коронавирус. И оно, в общем, как-то туда-сюда шевелится, но в целом падает медленнее, чем количество просмотров этих заметок. Вот другой сайт, который меряет трафик, значит, то был Parsley, это Chartbit. Вот смотрите, по сравнению с ситуацией на месяц назад, трафик на статьи про коронавирус упал на почти 25%, а общий нарастной трафик упал на 10%. То есть вот я не помню, по-моему, Татьяна, по-моему, вы говорили о том, что людям надоело читать про то, что мы все умрем. Наверное, в каком-то смысле вот такие изменения трафика это проявление вот именно этой тенденции. С одной стороны, это, конечно, означает, что у людей появляется интерес скорее не к тому, как именно мы все умрем, а скорее к тому, как будут жить потом те, кто не умрет сразу. С другой стороны, в общем, действительно люди немножко устали. И, кстати, примером этого может быть то, что я вот недавно просто от нечего делать, у нас сейчас у всех ситуация, когда время от времени возникает, ситуация нечего делать, посмотрел тренды Google во всяких российских городах региональных, да. Конечно, в трендах Google поиска остается на первых местах там коронавирус слева направо и справа налево, но дальше уже начинаются всякие вещи, связанные с компьютерными играми, всякие вещи, связанные с тем, чем заниматься детьми, с детьми точнее, как правильно выпить хлеб и вот всякие такого рода вещи. При том, что если посмотреть на эти же тренды, допустим, месяц назад, то там просто коронавирус был сплошняком первые страницы 20. Я не знаю, может быть Сергей, который работает на российском рынке напрямую меня поправит, но в общем и целом, конечно, вот тенденция к тому, что тот всплеск трафика коронавирусного, который мы видели в начале марта, он потихоньку отходит в прошлое, мне кажется, неизбежно. Хорошо это для нас или плохо с точки зрения редакционной и рекламной, не знаю, пока что я не нашел и точнее не видел нигде людей, которые бы говорили, что, к сожалению, не видел, людей, которые говорили бы, что это хорошо. Спасибо большое, Артем. у нас есть возможность, кстати, посмотреть, что происходило в новостях, да, Александр, нам готов показать график новостных сайтов по белорусской аудитории. Сейчас расшарю. Мы каждую, скажем так, неделю в последнее время делаем такой небольшой стрим по медиапотреблению из агентства, и вчера у нас вот был в гостях Миша Дорошевич, принялся очень интересный графичик, да, этот график как раз-таки, ну, из компании ДВ3, я думаю, большая часть из вас ее прекрасно знает. Если вы посмотрите, вот это и есть аудитория белорусских новостных сайтов, да, и тут видно, что эта аудитория, она постоянно растет, наверное, рост ее больше 20% стабильный, да, но уже видно, что после двух скачков, один из скачков, вот этот, это введение как раз-таки, как его, карантина в соседних там странах, закрытие границ, все такое, и падение белорусского рубля, сопутствующее ему, а вот последний скачок, это первая смерть в Беларуси, да, от коронавируса, да, ну и дальше потихоньку все это начинает падать, да, и в принципе стабилизируется на каком-то новом уровне, но де-факто это уже падение аудитории, новостных ресурсов де-факто произошло, то есть это в любом случае другой уровень, чем тот, что наблюдался, вот видно, в начале года, да, но тем не менее скачок де-факто закончился, ну то есть вот все эти набираемые сейчас там цифры больных, там очередные тысячи, да, у людей уже не, ну не находят какого-то такого отклика в новостях, возможно, есть еще один фактор, потому что мы там делаем еще такую историю по телесмотрению, смотрим, и сейчас наблюдается пик телесмотрения в стране, да, то есть люди вернулись к телекам, и, причем, что самое забавное, молодая аудитория, ну молодая, там имеется в виду 15, там 44, там 25, 39, вот такого рода аудитория, и, но это все очень сильно еще коррелирует с такой вещью, как погода, в Беларуси карантина нет, люди ходят на улицу, если вы там посмотрите все эти яндексовые индексы самоизоляции, или вот эти отчеты, которые Google делает, да, COVID-мобилителепорт, да, видно, что в Беларуси, скажем так, посещаемость парков на высоте, да, и людей на улицах в реальности стало больше, их стало меньше в общественном транспорте, люди стали больше ходить, и это тоже, я думаю, тот фактор, который, кроме того, что люди устали от новостей, ну, негативных там новостей, но то, что они на улице, под солнцем, теплым белорусским, это тоже играет свою роль в падении травы, ну, как-то так. Спасибо. Александр, а раз мы на вас уже и зацепились, может быть, вы нам расскажете, как представители ассоциации интерактивной рекламы, вообще, куда идут сегодня рекламодатели, может быть, какие-то форматы, скажете, что происходит? Есть два канала, куда они там идут сейчас, это диджитал и телек, которые больше всего выиграли, ну, в этой гонке медиапотребления, да, потому что наружка начала уже падать, да, и на май прогноз такой не очень хороший, про прессу уже вообще можно давным-давно забыть, печатную, да, ну, я имею в виду какой-то такой значительный канал, да, который рекламных, скажем так, расходов, вот, все остальные, ну, в транспорте реклама сыпется очень активно, а то, что еще пока более-менее живет, это как раз-таки телевидение и диджитал в первую очередь, но там тоже по структуре немножко другая история, потому что тот же диджитал, это, ну, нельзя сказать, что там одинаковые рекламодатели, во-первых, есть категории рекламодателей, которые, в принципе, очень сильно пострадали, им бессмысленно что-то рекламировать сейчас, да, можно рекламировать, там, не знаю, туры или там рестораны, но это не привлечет к вам ни одного человека сейчас уже, да, люди туда не ходят, ну, люди туры не покупают, в рестораны не ходят, как бы, и потребление каких-то товаров долгосрочного там пользования, так скажем, ну, вот был всплеск из-за падения курса белорусского рубля, покупок бытовой техники, белорусы почему-то любят инвестировать в три холодильника на балконе, ну, я имею в виду, когда курс падает белорусской валюты, есть вот эта национальная традиция, но эта история тоже прошла, кто хотел, купил, поставил, и сейчас понятно, что, ну, живые, в принципе, будут жить, рекламодателям, в первую очередь, FMCG-бренды, да, которые, товары потребления, ну, ежедневного пользования, которыми люди пользуются ежедневно, эта история видна, в принципе, во всех странах мира, да, то есть, продукты питания, с ними все в порядке, ну, скажем так, те товары, ну, это вы сами можете видеть по каким-нибудь там торговым центрам, да, там одежда, обувь, там, автомобили, все остальное, это уже не пользуется спросом, абсолютно, даже женская обувь, все, и, к сожалению, какой-то период времени так и будет там происходить, насколько долго уже никто сказать не сможет. Соответственно, конкуренцию никто не отменял, что хорошо для медиа, в принципе, для рекламных агентств, да, потому что, ну, есть разные производители там разных товаров, им надо конкурировать, и они борются, естественно, за своего потребителя, за свою аудиторию, соответственно, эти рынки живут и будут жить, мне кажется, и диджитал, и ТВ. В целом, как и в других странах, очень сильно падают мелкие и средние рекламодатели, да, в диджитале, ну, потому что для них, ну, нужно им, во-первых, иметь очень такую, как бы это сказать, нормальный, агрессивный настрой и ресурсы, да, для того, чтобы рекламироваться. Понятно, что в таких историях всегда выигрывают крупные компании, у которых есть, ну, во-первых, которые пережили там не один кризис уже, и понимают, что люди остаются людьми, они не будут все равно потреблять, а во-вторых, у них есть ресурсы для рекламы, они их используют сейчас. Наверное, как-то так. А я хотела бы передать слово Анне. Анна, вот как вы замечаете, что происходит вообще сейчас с нативной рекламой, в мире? Смотрите, я вот на этой неделе, собственно, просила представителей четырех редакций, руководителей коммерческих отделов, в том числе Тутбай и Ситидога, присутствующего здесь, да, это Мария Ерема, руководитель отдела спецпроектов Тутбай, это Олеся Жук на Ситидоге, это также Игорь Петрулевич, Трибуна, Ком, и наша Нива, Анастасия Ровда. И могу как бы резюмировать из их комментариев то, что они наблюдают, ну, и, наверное, из своих наблюдений общения с маркетологами. Первый момент, который здесь был уже озвучен, то, что трафик сегодня не равен деньги. На самом деле, активизировались те бизнесы, которые могут проявить свою ситуативность вот в этой, ну, в общем-то, в период пандемии. Те, кто переобулся, как говорится, на ходу и предложил сегодня некий там безопасный тест-драйв, бесконтактную доставку и прочие вот такие вот вещи, которые могут быть полезны людям здесь и сейчас. И они, собственно, и начали рекламироваться. Но при этом, как, например, отметила Олеся Жук на сети-доге, то, что эти ребята просят и более быстрые форматы рекламы. То есть это не нативка, которая более дорогая, ресурсоемкая, а, например, просто некие рекламные новости с такой нативной подачей, как формат на сети-доге, это, например, хот-дог. Например, Настя Ровда подчеркивает, что трафик принес им прибыль не в виде нативной рекламы, а в виде контекстной рекламы, когда трафик увеличился на сайт, соответственно, клики на контекстную рекламу, просто внимание к ней увеличилось, и она рассчитывает, что вот этот вот гэп, там, где они потеряли рекламодатели на нативке, он неким образом компенсируется контекстной рекламой. То, бренды поставили многие размещения на паузу, то есть это скорее не отказ, а перенос на осень, и это касается крупных брендов, которые очень переживают за свой имидж в соответствии с коронавирусными новостями, но есть и те, которые, как вот я уже говорила ранее, эту ситуацию учли, и редакции пошли им навстречу, и тоже очень быстро предложили какие-то ситуативные решения. Достаточно красивый пример привел CityDog, у них с МТС был такой проект по их услугам музыка МТС, и они рассчитывали на некий там один концепт, а здесь поняли, что можно просто это переделать в другой, и предложили такой креатив, когда там подборка музыки для тренировок дома на удаленке, хотя там до этого была совершенно некая другая тематика, и клиент это принял и пошел с этим размещением. Что еще говорят? Вырос поток рекламодателей, которые предлагают некие онлайн-сервисы, то есть те, которые раньше жили на каком-то органическом трафике, здесь решили просто напомнить о себе и пошли размещаться. Что еще говорят ребята? Ну, собственно, говорят о том, что в этот период многие маркетологи, наслушавшись консультантов о том, что хорошее время, скажем так, пересматривать отношения с подрядчиками, стали просить скидки. Ну, это, наверное, понятно и закономерно, и когда они сегодня говорят о нативной рекламе, то говорят, что, ну, ребята, вы же понимаете, мы все в одной лодке, давайте дешевле. Очень все сожалеют о том, что упала такая категория бизнеса, который вот Саша уже говорил Васильевич, это фэшн-бизнес. Они в феврале уже завезли новые там весенние коллекции, одежда, обувь, аксессуары, но, к сожалению, вот эти вот шоп-туры выходного дня, когда наши девочки там переходят из Зары в Марка, потом в Белвест и Страдивариус, они, к сожалению, все отменились. И вот эта вот лотивка на рекламу на генерацию трафика, она тоже вся отпала. Ну, из разговоров с маркетологами могу сказать, что ребята, конечно, смотрят на выручку сегодняшнего дня и понимают, что те бизнесы, у которых маркетинговый бюджет завязан на процент от выручки, они ну, вряд ли смогут потянуть в будущем те объемы размещения, на которые они рассчитывали. И даже, например, Олеся Жук, она была несколько пессимистична и говорила, что мы сейчас поживем 2-3 месяца на подушке безопасности. Вот что будет осенью, когда они посчитают свои деньги? Что будет в 2021 году, который тоже будет зависеть от выручки этого года? Ну, вот это уже серьезнее. Ну, как сказал Игорь Петрулеевич, будем надеяться на лучшее. Но вообще боятся рекламодатели все-таки ассоциироваться как-то с коронавирусным трафиком, как вы думаете? Если честно, я со стороны маркетологов таких опасений не заметила. Они понимают, что ситуативный пиар сегодня очень важен. И то, что вот эта эмпатия бренда важна, и то, что можно где-то обернуть это в свою пользу, но на самом деле это зависит очень от креатива, от подачи. Поэтому, если, например, вот МТС смог пойти на такие вот вещи и показать, что он умеет встроиться в ситуацию, это здорово. А кто-то, кто-то может и не встроился. У Александра есть реплика. Пожалуйста, кидай слово. Могу сказать, что международные рекламодатели не хотят ассоциироваться с коронавирусом, и это довольно четкая позиция. Потому что, ну, они хотят быть со своими потребителями в любое время. Ну, то есть, плохое, но и хорошее. Но как раз-таки есть блэк-листы, да, ну, то есть, то, о чем тот Байк, кстати, говорил, говорил правильно, да, то есть ряд рекламодателей не хочет, чтобы их реклама появлялась на страницах, где что-то как-то упоминается про коронавирус. Ну, то есть, они какие-то плюсы используют, да, роста трафика. Ну, это скорее заключается, например, онлайн-кинотеатры подросли, да. В онлайн-кинотеатрах контент вообще на эту всю историю никак не завязан. Он, ну, это просто фильмы, сериалы и все такое, да. И там они готовы появляться. А вот как раз-таки в контексте статей, где пишется про смерти, болезни, все остальное, большинство рекламодателей как раз-таки появляться не хотят. Может быть, и у локальных другая немножко позиция, у некоторых, да, у международных, мне кажется, у абсолютного большинства она однозначно. Людмила, Людмила Чекина. Мне кажется, Анна и Александр, ну, я отчасти тут немножко про разные виды рекламы говорим, то есть абсолютно точно, что есть тенденция, когда ставят в блэк-листы новости про коронавирус именно в программатике, в рекламных сетях, да, а если мы говорим о спецпроектах, нативке, медийке, то тут, в общем-то, совсем другая история, тут идет отдельный материал для отдельной, какой-то рекламной компании, отдельного рекламодателя, и тут в меньшей степени, конечно, это заметно, то есть, конечно, все СМИ сейчас имеют такую новостную повестку, и говорить о том, что кто-то откладывает рекламную кампанию вот такого характера, именно медийного, спецпроекта, именно потому, что сейчас очень много новостей про коронавирус, наверное, такая тенденция не очень заметна, потому что, в принципе, это не прямая какая-то ассоциация, а вот то, что они ставят в блок-листы, крупные бренды ставят, значит, то, что они не хотят, чтобы их в рекламных сетях показывали их баннеры на таких новостях, это совершенно четко прослеживается. Как-то так. Спасибо за реплику. Я знаю, что у Сергея Якубова также есть какой-то комментарий на тему. У меня не то, чтобы комментарий, а просто вопрос, наверное, скажем, в воздух. Вот по поводу блок-листов и того, что рекламодатели блокируют размещение рекламы в интернет-изданиях, в материалах с коронавирусом. Я читал, что в Европе, в Америке довольно активно проводятся кампании против этого, то есть эти здания объединяются сами, либо им помогают даже рекламные агентства, которые подписывают петиции, я не знаю, какие-то обращения к какой-то просветительски, какие-то мероприятия устраивают для рекламодателей, что с целью объяснить им, что, в общем-то, сейчас динтитиваться некуда, если вам не нужна реклама, то если вы будете размещаться в ограниченном количестве контента, у вас, собственно говоря, охваты резко упадут. Это связано с тем, что, ну, например, в той же Великобритании потери от подобных блок-листов составят под счетом порядка 50 миллионов фунтов за три месяца. Это огромная сумма абсолютно. И у меня вопрос такой, ну, риторически, возможно, насколько реально подобные вещи объяснять рекламодателю, насколько вообще в реалиях нашей страны, в России, в Белоруссии, и вообще, есть ли смысл этот тренд ломать на то, что вот есть какие-то стоп-листы, и клиенты недоразмещают реклама, а издание недополучает деньги. Как думаете? У Артема есть комментарии. Сергей, полслова буквально. 50 миллионов за три месяца, это вы о фунтах или вы о долларах? Это о фунтах, это фунты, да. Ага. Вы знаете, это существенная сумма, ну, как бы, ну, не то, чтобы прям вот принципиально важная для британского рынка, честно говоря. Другое дело, что вот этот вот подход рекламодателей, что мы не хотим, чтобы нас как бы то ни было ассоциировали там вообще с чем-то неприятным, да. Но он же не новый. Конечно. Да. И из того, что я знаю, вот, из своего общения со здешними своими британскими коллегами в коммерческих СМИ, они, ну, то есть, они, в общем, готовы плясать любую джигу, какой бы та джига ни была, для того, чтобы рекламодатель был счастлив. И если рекламодатель говорит, что я не дам вам, значит, рекламу под коронавирусные заметки, да, то я просто вот из своего опыта общения с коллегами знаю, что очень многие в этой ситуации вообще опасаются, какое бы то ни было давление оказывать на рекламодателя. Не дашь, ну хорошо, не давай, не давай, только, пожалуйста, не бросай нас в терновый куст. Вот какой-то, скорее, такой подход, по крайней мере, из того, что я вижу. Это очень опасный, очень опасный подход. У нас есть еще два комментария от Сергея и от Александра. Давайте начнем с Сергея, может быть. Да, спасибо. Я, во-первых, задержался с ремаркой по поводу вопроса Артема относительно коронавирусного трафика в России, но, значит, вот сегодня у нас утром была летучка, периодически Альянс собирает вот так же в Zoom редакторов, и мы приглашаем каких-то спикеров, чтобы поговорить о происходящих событиях, там, услышать какую-то интересную информацию, совет. Сегодня утром у нас были ребята из Шкулев-группы, это объединение городских сайтов, довольно мощный игрок на рынке диджитал-медиа в России, и вот там была такая цифра, названа коронавирусный трафик по их ресурсам, это, например, 12 городов, о которых мы говорили, он вырос на 143% по отношению к периоду 2019 года, аналогично. И пока он не падает, и они предполагают, что, конечно, снижение определенное будет, но вот сейчас это как бы такая данность, которая помогает им зарабатывать деньги с помощью программатика, потому что прямые продажи рекламы у них рухнули, упали на 50%, дальше они видят падение в мае 75%, и лето где-то на уровне потери 60%, и фактически та заработная плата, которая выплачивается вовремя и в полном объеме вот по этой структуре, она полностью, в общем, формируется за счет доходов программатика, поэтому вот как бы проблема, что программатика как-то уменьшает объем потенциальной рекламы за счет того, что работают стоп-листы где-то, вот эта тема не звучала совсем, и, честно говоря, я про нее и от других людей не слышал. Есть проблемы с тотальной потерей рекламного рынка, это немножко другой вопрос, и есть определенная работа с рекламодателями, которым в условиях коронавируса предлагается некий срез в этом разговоре, который, наоборот, помогает им чувствовать себя на своем месте, потому что вот сейчас есть те, кто, собственно, как мы наблюдаем, вот на этой ситуации растет, это все доставки, это, у меня есть просто товарищ, у него такая система iGoods, он один из тех, кто ее создал, Гриша Кунис, они не могли, например, в Питере, просто в какой-то момент встали, потому что у них кончились курьеры, и они буквально всеми возможными методами, в том числе через друзей, размещая объявления в социальных сетях и так далее, они пытались вот срочно этот вакуум заполнить, это медцентры, это какие-то иммунные препараты, БАДы, это детская одежда, потому что дети продолжают расти, в общем, и так далее. Единственное, что поменялось, как бы, наверное, коммуникация, теперь это онлайн продажи, это IT-компании, кстати, потому что все бросились создавать какие-то, значит, платформы для продажи в интернете, и у IT-компании это очень неплохое время обучения в онлайне и так далее, и так далее, то есть, на самом деле, тема коронавируса это не только тема смерти, это тема изменений в обществе, которые происходят, и очевидно, что вот эти изменения связаны в том числе с бизнес-деятельностью конкретных совершенно компаний, так что это такое очень разное время, хотя в целом нехорошее. Ну, вот, пожалуй, такая у меня ремарка будет по этому поводу. Спасибо. Сергей, спасибо большое, и я передаю слово Александру, и для Александра у нас в чате появился вопрос. Слушайте, по поводу, по поводу, есть такое понятие брендсейфити, да, которым апеллирует большинство рекламодателей, ну, международных в первую очередь, локальных тоже в том числе, это связано, они хотят, чтобы реклама указывалась там рядом, там, помните, когда-то этот скандал с Ютьюбом, древний, да, по поводу, там, террористических этих каких-то роликов, да, и где показывалась реклама такое, да, и вот с того момента, да, очень у многих компаний появились довольно жесткие такие правила, да, по этому поводу, что есть там то, что называется on-propriet content, да, рядом с которым, в принципе, наша реклама не появляется, в этом ничего для большинства медиа, откровенно говоря, нет нового, это довольно древняя история, и история сейчас вот с этими болезнями, смертью, со всем остальным, это просто продолжение той же темы, но это не значит, что издание, ну, как это сказать, паблишеру становится в блок-листы, да, это касается определенного вида контента на их странице, ну, то есть остальное это контент, пожалуйста, остановись в рекламу и вперед, все такое, соответственно, в нативных проектах обычно, ну, я не видел нативного проекта, пока еще ни одного по поводу коронавируса, если честно, ну, в Беларуси, если кто-то его соорудит, умудрится кому-то продать, я, честно говоря, даже удивлюсь слегка, да, вот, а остальные нативные проекты, ну, насколько я вижу, продаются, ну, в настоящий момент, на страницах там разных изданий, много чего ходит, поэтому я не думаю, что это в принципе какая-то там проблема, потому что, мне кажется, объемы трафика пока превышают возможности рекламодателя, откровенно говоря, да, в том числе трафика не коронавирусная, вот, поэтому, ну, для Беларуси она, мягко говоря, не то чтобы особенно там актуальна, для Британии 50 миллионов фунтов это вообще маленькая сумма для их рекламного рынка, ну, я не знаю, насколько там они там сильно, ну, то есть, может там вообще уже на страницах больше ничего нет, никто ничего не читает, но я в это тоже мало верю, потому что материалов там разных, там много, и, не знаю, это какая-то, наверное, специфическая история, ну, честно, я про это даже и не слышал, откровенно говоря, вот, что касается вообще брендов, которые вот по вопросу сохраняют объем рекламных бюджетов на ближайший период, вообще, если честно, их много, только они сохраняют их, единственное, не знаю, расстраиваться по этому поводу или нет, в белорусских рублях, ну, то есть, не в долларах США, но в белорусских рублях рекламные бюджеты, именно, но я говорю про медийные бюджеты, понимаете, потому что в рекламе есть много других сфер, типа BTL, ивентов, ну, и так далее, и тому подобное, что все стало коло. Возможно, возможно, медийные бюджеты сохраняются именно поэтому, потому что, ну, общий объем, понимаете, рекламного бюджета, который включает в том числе себя медиа, он реально подрезается за счет каких-то вещей, которые уже, ну, де-факто не актуальны, да, ну, ивенты делать бессмысленно, ну, многие пытаются делать онлайн-ивенты, но это все равно не тот контакт с потребителем, который они хотят, да, BTL почти уже там умер, процентов там на 70-80-90, да, какие-то там вещи остались специфические, там, типа мотивационных программ, ну, все хана, да, соответственно, ну, а медиа в этом отношении может сохраняться. Другой вопрос, какие это бренды, то есть есть часть, например, брендов, где продажи упали настолько, что им де-факто, ну, бессмысленно их, ну, то есть даже при, даже при сохраняющейся конкуренции, да, ну, при том, что есть там конкуренты, которые хоть что-то где-то продают, и они еще что-то продают, но это уже не те ресурсы, они просто не могут себе позволить этого сделать. А так, я думаю, в FMCG нету каких-то особых вопросов с этим, в фарме нету никаких вопросов, мне кажется, с такими вещами. Ну, то есть есть ряд категорий, которые не то, что от этого выиграли, они просто пострадали в меньшей степени, понимаете, да, и для них это, ну, как это, потребители никуда не исчезли, особенно в Беларуси. В Беларуси-то, в общем-то, ну, карантина нет. Я предлагаю сейчас вот этот блок про монетизацию и рекламу закруглить, обменяться какими-то вопросами, какими-то финальными репликами и перейти к следующему блоку. Анна, пожалуйста. У меня есть только одна маленькая ремарка, мы сегодня получили исследование МАСМИ, свежее полевое, точнее, не полевое, онлайн-исследование, и там есть слайд, на чем будут экономить беларусы в ближайшее время, в связи с коронакризисом, как его называют. И наши СМИ просто могут посмотреть и некие выводы из этого сделать. Возможно, это им как-то повлияет на тех рекламодателей, которые там упоминаются в этих категориях. То есть, будет понятно, если люди на этом экономят, значит, возможно, возможно, спрос там упадет, и, может быть, эти рекламодатели отпадут. Это как такое, ну, элемент прогнозирования, какой, небольшой. Я тогда предлагаю плавно переходить к блоку, что делать, что мы можем делать и медиаорганизации, что могут делать, и непосредственно медиа, что могут делать, в общем, что возможно делать в этой экономической ситуации, когда, да, редакции разные и по размеру, и по потребностям, аренду платят по-прежнему все, пытаются сохранить рабочие места, есть, конечно, вопросы и в организации работы, и во всем остальном. Все это мы вряд ли, наверное, подробно проговорим и охватим, но я думаю, что, скорее всего, есть какие-то основные точки и пункты пересечения, которыми можно обменяться, то есть, вот что делать в этой ситуации, и что сейчас в наших редакциях реально болит, вот что болеет всего. Можно я совсем короткое замечание, которое, с одной стороны, связано с тем, что мы только что обсуждали, а с другой стороны, может быть, немножко нас продвинет в следующей части разговора. По поводу того, по поводу британского медийного рынка, я на прошлой неделе получил экономист, удивился тому, что он мне показался каким-то очень маленьким, пошел на кухню и взвесил его, мне было нечем заняться. пошел на кухню и взвесил экономист на прошлой неделе и экономист двухнедельной давности. Так вот, он похудел за неделю на 25%. Мне кажется, что это, в общем, дает совершенно полный ответ на вопрос о том, что происходит на британском медийном рынке. И если уже экономист за неделю теряет, ну, считайте, четверть полос, да, то, мне кажется, тем более активно надо как-то, может быть, более адекватно оценивать свои силы и другим изданиям тоже, может быть, даже не в английских рамках. Еще полслова, Наталья Гантиевская, вот вы мне написали вопрос в чат, если можно, сбросьте мне, пожалуйста, имейл вот на тот адрес, который я сейчас здесь напишу, и я вам тогда подробнее расскажу, просто чтобы сейчас всех не спамить, хорошо? Спасибо. Я отмечу, что будут ли наборы заявок на получение грантов от Интерньюз, речь про фонд по поддержке малых и средних медиа, и большой наплыв заявок был. Артему, могут ли вам наши слушатели также написать с этим вопросом по этому e-mail? Ну, давайте так, я дам простой короткий ответ, да, будут, они идут прямо сейчас, они есть, их еще всяких разных будет много, поэтому самое простое, я не хочу просто сейчас уходить в офф-топик, флут, спам и все прочее, поэтому просто сбросьте мне имейл, и я вам пришлю все, что у нас есть, хорошо? Спасибо. Спасибо большое, ну, а я, наверное, предлагаю тогда двигаться действительно дальше и поговорить о том, что можно делать. Вот в самом начале Ирина сказала о том, что важно думать и не только про то, что сейчас происходит, но и иметь какой-то план на посткризис. Может быть, немножко подробнее про это? Я, наверное, даже начну немножко с другого, что, конечно, мы сегодня обсуждаем коронавирусный кризис и как он на всех нас влияет, но на самом деле медиаиндустрия трясет уже не первый месяц, и если даже не первый год, и в том числе диджитал, в котором, кажется, возможностей больше, чем в некоторых других областях медиаиндустрии. Поэтому, наверное, ну, по крайней мере, мое ощущение такое, что мы просто попали еще в такой турбулентный кризис, который сейчас должен активизировать все процессы. Наверное, слишком рано говорить о том, какой план. Я не, ну, положа руку на сердце, вот такого четкого плана, вот так мы будем действовать, и таким образом мы выйдем на новые какие-то показатели. У нас нет, и я буду сильно удивлена, если кто-то из паблишеров сейчас скажет, что мы прям уже знаем. Скорее, наш подход такой, что мы, во-первых, сейчас пересматриваем те вещи, которые мы планировали в качестве диверсификации и рекламной модели, и ухода, возможно, частично из рекламной модели, потому что многие из этих идей, которые казались релевантными еще месяц-два назад, сегодня уже совершенно не являются таковыми, и учитывая вот эту всю турбулентную ситуацию, у нас скорее такой подход к раш-тестам, да, то есть мы относительно небольшая структура, мы можем достаточно быстро пробовать какие-то новые штуки, тестировать, смотреть, работают они или нет, и если мы видим, что в этом есть потенциал, тогда их пытаться выводить на какую-то более плановую линейку, и вот сейчас мы как раз в процессе понимания того, какие краш-тесты и сколько мы сможем потянуть в ближайшее время, пытаясь просчитать тут, конечно, тоже те тренды, которые мы видим сейчас, но готовых решений, еще раз повторюсь, наверное, нет. Что мы видим, это то, как и все, наверное, что есть определенные точки роста или какие-то новые ниши, в том числе в онлайн-бизнесах, не только в кинотеатрах, но и в других, мы смотрим на эти рынки, нам они интересны, что для нас было приятно, удивительно, на нас стали выходить иностранные клиенты, и это действительно такая была новость ого, поэтому мы, наверное, тоже будем смотреть на возможности работать не только на белорусском рынке, но и выходить на внешних партнерах. Насколько это будет успешно, насколько это будет постоянно, тоже большой вопрос. А что касается какой-то, не знаю, дифферсификации, каких-то новых, не знаю, проектов, я знаю, что некоторые медиаконсультанты, они советуют подумать и принять в кризисный момент какое-то решение, начать что-то новое, то, чего всегда хотелось сделать, ну вот, из разряда сейчас или никогда? Ну, у нас тоже есть парочка таких сейчас или никогда, но, опять-таки, добавив ложку дегтя в эту бочку с дегтем, сейчас ведь многие те экспериментальные модели, в том числе в мировой медиаиндустрии, которые казались, ну, по крайней мере, таким фонариком, лучом, света, куда двигаться, тоже подвергаются большому сомнению, например, мы многим думаем, и думали о direct payments, да, прямых читателей, сейчас большой вопрос, что станет с этим, какие-то медиа демонстрируют рост, какие-то медиа говорят о диком падении, а ивенты, это было еще одно направление, в которое прям все ломанулись в один период, и сейчас это все легло, поэтому, опять-таки, мне кажется, что здесь тоже, согласно с Артем, нужно взвешивать свои силы, потому что мы, в общем-то, работаем, большинство из нас, как небольшие издания, такие даже на ног в чем-то, в мировой индустрии, поэтому нужно оценивать свой человеческий, ресурсовый потенциал с этими, в том числе, экспериментами, они могут быть очень полезными, и в такой период, когда все работают на износ, могут просто положить команду, поэтому я за то, чтобы мы не погибли, в том числе человеческим ресурсом. Да, спасибо, и еще один пункт, который я хотела услышать от Ирины, это про сокращение расходов, вообще реально ли сейчас сокращать расходы небольшим медиа, либо большим, ну это будет вопрос, в принципе, ко всем нашим представителям. Я, честно говоря, не вижу больших здесь возможностей, и мы, конечно, обсуждали этот вопрос, помимо того, чтобы попытаться как-то немножечко, не знаю, договориться с арендодателем и уменьшить арендную плату, какие-то еще такие расходы, наверное, можно было бы сокращать, но на самом деле основной расход в медиа, которая продуцирует контент, это создание контента, а это люди, и это то, что я хочу больше всего сохранить, как издатель, это, наверное, самая большая ценность, которая есть, и поэтому мы всячески будем стараться не допустить сокращения расходов за счет людей, пока нам это удается. Спасибо. У Артема было дополнение. Вы начали говорить об ивентах, а мне безумно понравилось то, что я слышал от коллег из питерского издания бумага, которые проводили в мирное время. Очень много ивентов, очень много как бы вкладывали в это ресурсов, сейчас они перевели эти ивенты онлайн, но они к ним привязали платный кусочек, то есть ты можешь послушать некий онлайн там, я не знаю, вебинар ученого, да, у них очень много дел с учеными, а потом ты можешь заплатить какую-то небольшую денежку для того, чтобы в группе других, таких же как ты, обсудить услышанное и вот как-то социализироваться. И мне показалось, что вот эта вот гибридная модель, она очень любопытная и по крайней мере у них она работает. Вот собственно все, что я хотел сказать. Да, и у нас еще мячик подкинут к Ирине, на самом деле, ну тут смысл, наверное, в том, что планирует, планировать ли можно, наверное, какую-то систему донатов от аудитории для медиа, стоит ли думать в эту сторону? Думать стоит, но нужно очень хорошо примерять эту, любую из этих возможностей на свой бренд. И есть еще много моментов на самом деле, здесь действительно каждый должен взвешивать для себя. Во-первых, сейчас к людям очень много обращений от всех, включая бизнесы, рестораны и бары и пространства культурные и медики, медикам нужна помощь. Есть очень-очень-очень много сегментов в обществе, которым эти донаты нужны, наверное, очень-очень сильно. В этом плане медиа могут быть не в первом ряду. Во-вторых, если у медиа до сих пор не было такой практики, это тоже может быть не очень удачным экспериментом. Но может быть и очень удачным, потому что даже среди здесь присутствующих смотрю я в сторону Гродно-Лайф, есть опыт, и опыт неплохой. И третий момент все-таки донейшнс, модель донатов, это краткосрочная скорее помощь, это не может быть стабильной системой для монетизации. Но тут еще, наверное, соглашусь с Артемом в том, что сейчас, наверное, время будет гибридных моделей, действительно, где нужно быть очень творческим и взвешивать, и смотреть, какие есть варианты, и, наверное, смешивать то, что раньше даже не снилось, а смешивание. И очень рада была услышать о бумаге, потому что действительно это очень интересный пример. Давайте мы не будем откладывать вопрос донатов и спросим у Алексея, а что у вас с аудиторией? Вообще планы? Есть какие-то? В принципе, вот могу сейчас все повторить, что говорила Ирина. Да, у нас был опыт не очень удачный с покупкой запусков как краудфайз на издание. Мы хотели в этом году его повторить, к этому вернуться. Я сейчас, конечно, сильно сомневаюсь, что действительно люди будут готовы платить нам, потому что хватает потребностей. Есть, на мой взгляд, более важные споры тех же метиков. Кроме того, у нас никогда реклама не была таким основным источником дохода, очень большим, потому что мы очень маленькое, очень низшее издание, очень специфическое. А в Гродно очень много конкурентов у нас, которые нас цифрами просоздавят, методами. И поэтому мы еще в прошлом году искали другие пути. Это те же экскурсии, ивенты для наших читателей. Издали две книги, но вот получается в этом году это у нас отпадает. Слайн-ивенты, которые уходят. Не экскурсии, да. Ну и, собственно говоря, книги можем дальше издавать, но я сомневаюсь, что их будут покупать также активно, но это не товар первой необходимости. Если все обетнеют, всех денег меньше, то вряд ли книга это то, что человек купит вот прям таки сразу, да, если ей условно важнее гречка и туалетная бумага. А тем более следующая наша книга должна быть большим фотоальбом дорогим, так что я сомневаюсь, что мы сможем запродать, пока это отложили. Сейчас мы пытаемся опять активизировать нашу аудиторию на донаты, но, конечно, желательно что-то давать взамен. Мы сейчас придумали, если нашей эфирской были экскурсии, и мы сейчас не можем это проводить просто по городу, по улицам, хотя прекрасная погода, то мы делаем сейчас видеоэкскурсию онлайн. Сделали там штук пять, чтобы показать, и попытаемся их делать за донаты. То есть они все равно будут доступны для всех людей, но предпремьеры, там три дня раньше увидят те, кто нам что-то заплатит. Ну, может быть, это сработает. Если еще говорить о том, как там экономить деньги, ну да, конечно, для меня тоже очень важно сохранить команду. Она у нас небольшая, семь человек, в средние два года не менялась, очень стабильно, и очень-очень хорошая. То есть я во всех всех уверен, теми доволен, и потеря каждого была большой для нас, потерей для меня. Поэтому, как раньше у нас отглядела экономия, я экономил на себе. Но как издал редактор и издатель, как бы это очевидно. Потому что просто у меня были другие возможности. Я в турбизнесе зарабатывал больше, чем на Громной Лайфе, подработка на телевидении, а сейчас турбизнес отвалился. То есть, в общем-то, даже я на себе не особо могу сэкономить, потому что другие источники пропали, мои личные. Удалось снизить аренду в три раза нам, но это только, это просто большое везение. Мы арендуем помещение у нашего фаната, нашего читателя, нашего хорошего друга, который нам предложил. Ну, если будут какие-то у нас успехи воздонатные скотфандинга в ближайшие месяцы, я обязательно напишу и расскажу. Это все, какая-то все идея. Про проект с раскраской домов «Сиди дома». Что с ним? А, ну это как бы... Что это было для вас? То есть, для чего вы? Да, это была такая одноразовая акция. Дело в том, что я где-то увидел кто-то просто такую рекламу реальную сделал. Где-то в России, в Кусске, уже не помню, выкупили большой билборд на торце дома и «Сиди дома» читается по наш портал в «Любеке Семенбурге». Вот, не важно, где это было. Я кинул в чат реализационную идею. Давайте, если освободится рекламное место, то есть в центре на торце дома, давайте его выкупим с такой штукой «Сиди дома» и «Сиди дома» и «Сиди дома». А в ответ получил, так, зачем и деньги тратить, в «Любеке Семенбурге» сделаем то же самое, только онлайн. Ну и вот там полчаса работы в фотошопе. То есть такая, скажем, акция, чтобы про себя напомнить и немного, не знаю, повеселиться, читая себя, это не очень весело, но когда даже пошел смотреть и фоткаться с этим страшным торцом дома, там ничего нет, на самом деле. Обиделись даже. То есть такая, такая разовая акция, скажем, в общем этом тренде, которая называется «Сиди дома», когда медиа логотипы меняют, красивый тоже, что там разнесли логотипчик много, держать дистанцию и так далее. Ну вообще классный лайфхак это снимать помещение у своих фанатов. Так что это отлично получилось. Давайте мы все-таки передадим слово Людмиле, как вы, что вы делаете для того, чтобы вот как-то снижилировать эту экономическую ситуацию и к вам есть еще вопрос в части, чтобы мы его не пропустили, от Елены, насколько эффективно сработала ваша рекламная компания по привлечению рекламодателей из региона. Была система скидок, как я так думаю. Если можно очень коротко про это, если хотите. Большое спасибо за вопрос, Елена. На удивление рекламная компания действительно сработала достаточно эффективно, успешно. Я даже была удивлена. Наверное, очень простая такая посылка была, что как раз сейчас есть возможность попробовать рекламу в крупных медиа, которая может быть где-то кажется дорогой. Сомневаются люди, насколько это окупится. Сейчас, когда действительно наблюдается общие кризисные явления в экономике, больше возможностей получить какие-то индивидуальные условия, интересный креатив, потому что освобождаются мощности. на удивление, несмотря на то, что какие-то попытки рекламодателей отложить рекламные компании, где-то уйти и так далее, март мы сделали очень хорошо, то есть уже в середине марта после вот этой сильной такой девальвации нас стряхануло, но тем не менее наши героические продавцы сделали март на уровне декабря, вы все знаете, что декабрь это всегда чемпион. Значит, в апреле пока мы видим, конечно, снижение, особенно по медийке, но мы стараемся удерживать за счет диверсификации, поскольку мы значительную часть наших доходов сейчас получаем именно от рекламных сетей Google, Яндекс и усиливать направление именно в работе нативной рекламы, спецпроектов, предлагать все более интересные концепции, предлагать все более интересные условия. Мы работаем с крупными рекламодателями, как правило, поэтому те отрасли, которые сейчас очень сильно просели, но это не наши основные рекламодатели, пожалуй, мы конечно видим и прогнозируем сильное падение по автодилерам, потому что в кризис машины покупают меньше, но другие крупные там отрасли, недвижимость, банки, мобильные операторы, наверное, пока сохраняют свои планы, сохраняют свои бюджеты. Мы стараемся диверсифицироваться как можно больше, это в общем-то часть нашей стратегии уже несколько лет, и мы наблюдаем вот в течение опять-таки нескольких лет, что бюджеты перетекают именно программатик, бюджеты перетекают в креатив, спецпроекты, необычное что-то, то, что действительно цепляет, стандартная медийная реклама уже менее интересна нашим рекламодателям, и в общем-то мы уже несколько лет движемся вот в этих направлениях, оно хорошо работает. Пока мы просчитали несколько моделей, да, возможных падения экономики, падения рынка, и как это скажется непосредственно на нас, мы увидим у себя в общем-то значительный запас прочности. Конечно, как и все, мы будем работать с костами, конечно, как и все, мы будем снижать какие-то вещи, мы будем стараться, чтобы это в меньшей степени ударило по коллективу, в частности, ну, поскольку крупная медиа, у нас достаточно большое количество было не только штатных журналистов, но и внештатников, мы первое, что делаем, мы значительно снижаем расходы на внештатников, стараясь сохранить прежде всего свой костяк, свой штат. Вот, далее мы будем смотреть по результатам апреля, по результатам мая, возможно, нам придется еще больше подвинуться где-то по костам, но пока мы видим, что ну, не первый кризис нашей жизни, у нас уже есть опыт 2011-го года, 2015-го, 2016-го годов, как правило, нам удавалось с некоторыми, конечно, проседаниями, с некоторыми потерями это выдержать, и очень важно для нас оставаться интересными для наших читателей, опять-таки вызов, когда денег на рекламном рынке становится меньше, предлагать все более интересные проекты, все более интересные условия, да, гибкие условия, которые позволят нам где-то, может быть, когда эти явления закончатся, выйти на новый уровень в работе с рекламодателями, предлагать лучшие условия по аналитике рекламных компаний, куда мы тоже идем активно очень, ну, как-то так. Спасибо, Людмила, я на самом деле вижу здесь несколько вопросов, есть ли что-то, что кризис заставил вас делать, за что вы кризису благодарны, я предлагаю сейчас всем нашим спикерам немножко подумать про это фоном, вот, и вопрос еще, что вы думаете делать с возросшим трафиком, и как планируете дальше работать с новой аудиторией, тоже вопрос ко всем спикерам, я предлагаю взять так вдох-выдох и ответить, кто хотел бы ответить на этот вопрос, сейчас я, наверное, хотела бы передать слово Сергею Лапенкову, у Сергея есть интересный опыт, опыт лоббирования интересов отрасли, я бы очень хотела, чтобы Сергей нам сегодня об этом рассказал. На самом деле опыт, я бы сказал, что он какой-то уникальный, то есть мы общественная организация, поэтому мы в собственной всем общественным организациям манере, в случае, когда интересы наших участников тем или иным образом страдают, обращаемся к неким регуляторам, существующим в нашей стране, ну, ситуация у нас, я так понимаю, отличается, нам предложили на какое-то время перестать дышать, и поэтому, начиная с конца марта, вот рекламный рынок страны, он фактически начал падать, а к сегодняшнему дню, я предполагаю, что он скукожился до невероятных размеров, в которые его не погружал еще ни один из кризисов, который переживала, собственно говоря, Россия или медийный рынок. Мы провели опрос среди наших участников, и вот падение рекламных доходов у, как бы, основной части, у подавляющей части региональных изданий, я говорю и о газете, я говорю и про интернет-издание, часто это просто, как бы, принадлежит все одному издательскому дому, от 50 до 80%, это на 17 апреля, то есть, вот, к моменту нашего разговора, этот рынок стал еще меньше, поэтому, вот, реальность, в которой находится медиа сегодня, она в России, региональная медиа, она в России такая близка к ОМИ, по большому счету, конечно, редакции сокращают затраты, но надо понимать, что региональные издания никогда не жили широко, там, за редким исключением, поэтому, конечно, они как-то пытаются распределить свои договорные обязательства, они, конечно, там ищут в затратах что-то, что можно сократить не в ущерб контенту, но, фактически, 30% редакции уже сокращают сотрудников, к сожалению, и порядка 40% редакции сокращают заработные платы на разные размеры, вплоть до МРО, там, МРО в России 12 тысяч, дай бог понятия, 400 с чем-то там рублей, и, как бы, проблема еще состоит в том, что, как отрасль медиа не включены в перечень тех отраслей экономики, ну, как, например, туристический бизнес, как общепит, как культ соцдосуг, там, и так далее, которые пострадали от кризиса, при том, что, конечно, для региональных издателей в первую очередь именно вот этот бизнес и был, ну, что называется, кормовой базой, и вот как общественная организация уже довольно давно, в течение трех недель мы апеллируем к нашим регуляторам, пытаясь вот донести эту, очевидно, простую мысль о том, что медиа должны быть включены в перечень отраслей экономики в наибольшей степени пострадавших от коронавируса, что это дает? Это дает, ну, как минимум доступ к тем инструментам, которые сегодня малому, среднему бизнесу этих отраслей предоставлены. Это возможность отчасти субсидировать свои заработные платы, заработные платы сотрудников в размере вот все того же МРОТа российского 12500, это возможность получить доступ к льготным кредитам по низким ставкам, и это все крайне необходимо сегодня, потому что если это не будет в ближайшее время решение принято, я думаю, что просто к лету значительное количество редакций исчезнет. Министерство связи, Минкомсвязи, к которому мы апеллировали последовательно, мы начали, решили не писать президенту, мы обратились к премьер-министру, и еще в конце марта ему, собственно, отправили вот такое короткое обращение, сделали его публичным, насколько можно было, растиражировали в наших и не наших медиа, с одним очень коротким тезисом, о котором я уже сказал, медиа должны быть включены в число вот тех отраслей, которые считаются максимально пострадавшими, потому что для всех не включенных в этот перечень сфер малого, среднего бизнеса, для них не так много мер предложено государством сегодня, это налоговая отсрочка, которая просто позволяет оттянуть катастрофу на какое-то время, отложить ее на послезавтра, это некое снижение социальных налогов в России, цифры, которые превышают МРОТ, внутри МРОТа, это все равно прежние 32%, но тем не менее, это как бы это вот хорошая единственная, пожалуй, мера, которая реально, что-то может быть там, для кого-то, по крайней мере, хотя бы, не для всех, но поможет решить проблем, которая возникла. Ну, затем это послание мы повторяли, надо сказать, что там Совет Журналистов России нас с одной стороны поддержал, с другой стороны поддержал нас в публикации в ленте новостей и как бы товарищеским, ну, ребята, мы за вас, но все последующие, вот официальные, во всяком случае, обращения не нашей организации, не Андрея, а там Совет Журналистов или еще некоторых смежников из отраслей, они в основном как бы были построены в такой привычной достаточно терминологии такого довоенного времени, когда время от времени писали о том, что у нас дорогая бумага, у нас высокие почтовые тарифы, у нас проблемы с сетью распространения, нас не пускают в торговый ритейл, региональные газеты и так далее, и так далее. То есть, это все, конечно, важно, но вот сейчас для нас как бы таким принципиальным моментом, который может сохранить какое-то количество региональных изданий в ближайшее время является вот именно, конечно, включение в этот самый перечень. Проблема в том, что мы понимаем, видимо, карантин будет продлен, в общем, об этом говорят уже довольно открыто, до середины мая это значит, что бизнес не вернется в работу, а когда этот карантин кончится, что останется от того бизнеса, с которым были связаны региональные издания, я не представляю, но думаю, что это будет совершенно другая картина жизни. Поэтому, если говорить о том, что происходит в России, что могло бы помочь региональной печати региональному онлайну и как с этим можно работать. Последнее наше обращение было сделано буквально вчера, мы обратились в Государственную Думу по просьбе Государственной Думы изложить значит, некоторые меры, которые могли бы как-то помочь региональным медиа. Мы это сделали, на следующей неделе будут некие слушания, но у меня большой надежды на то, что мы в этот список попадем, нет, потому что, ну, так тотально, как отрасль, потому что несколько дней назад в Минкомсвязи России опубликовали перечень системообразующих или отраслеобразующих предприятий, которые, ну, как я подозреваю, наверное, дальше могут рассчитывать на некоторые инструменты поддержки, в первую очередь, на какое-то льготное кредитование и субсидирование. Это все федеральные издания, конечно, огромные, там, да, если говорить про ту часть, которая, собственно, в этом списке является медиа. Это федеральные телеканалы, это крупные издательские дома, которые существуют в разных регионах по франшизе. Это, безусловно, радиостанции такого федерального масштаба. Там нет ни одного регионального издания, там даже многих московских изданий нет. У нас есть такой участник в Альянсе «Вечерняя Москва». Вообще, это номер один в Москве, если говорить об охвате изданий. Их там тоже в этом списке нет. У вас, я так поняла, что все-таки нет особой надежды на то, что эти обращения как-то будут рассмотрены? Я бы не сказал, что ее нет совсем. То есть, если не иметь надежды ничуть, то зачем тогда этим заниматься? Другой вопрос, что время идет, а меры не принимаются. А каждый прожитый в этой ситуации день, он делает положение региональных медиа все сложнее и сложнее. Поэтому вот ситуация, к сожалению, такая. Я бы хотела, наверное, услышать... Не знаю, является ли это лоббированием, каким-то примером лоббирования, но надо понимать, что лоббирование в России, оно устроено своеобразным образом. Что-то мне подсказывает, что лоббирование в Беларуси немножко похоже. Но вообще, есть ли такая потребность у нашего медиарынка? Может быть, я начну? Спасибо за вопрос. На самом деле, ну, надеяться на то, что СМИ, особенно независимые СМИ, негосударственные СМИ будут включены в Беларуси в перечень бизнеса, которому будет оказана поддержка, я думаю, что это абсолютно нереально, даже не стоит и начинать, но у нас есть точки болевые, которые касаются законодательства и которые сейчас в этот период особенно, наверное, актуальны и видны, да, и с которыми можно работать, объясняя, что очень большая зарегулированность рекламного рынка, в частности, где-то вот эти вот протекционистские меры и прочие-прочие такие штучки, они в период кризиса, когда у СМИ действительно ухудшается положение, резко падают доходы, некоторые становятся на грань выживания, значит, наверное, стоит их пересматривать и идти в сторону либерализации. Прежде всего, раз мы говорим о коронавирусе, у нас есть огромный сегмент медицинской рекламы, да, которая очень строго регулируется, которая не может появляться без согласования с Минздравом и более того, согласовать там даже совершенно нормальные как бы лекарственные препараты, медицинские услуги и прочее-прочее очень-очень сложно, потому что к тем значительным ограничениям, которые установлены законом, у них есть еще свое видение у соответствующего управления Минздрава и, ну, если, например, пишут о новом оборудовании, установленном в, значит, например, в медицинском центре, там требуют не только доказательства, что это оборудование закуплено, но акт ввода в эксплуатацию, там какие-то результаты испытаний, что действительно это оборудование новое, ну, в общем, совершенно до абсурда доводится, и уже много лет, ну, в том числе, вот, ассоциация Белинфокома, ассоциация рекламных организаций, многие общественные объединения пытаются убедить, что нужно откручивать гайки, это огромный сегмент рынка, и, ну, может быть, возложить ответственность за соответствие рекламных объявлений законодательству даже на рекламные площадки, да, звучало такое предложение, в свое время в март достаточно, значит, позитивно его воспринимал, но Министерство здравоохранения стоит просто намертво, то есть, это огромный сегмент, который не получает наш рекламный рынок. Значит, вторая вещь, которая стала актуальна в конце прошлого года, это ограничения по крупному ритейлу, тоже вы все знаете, что ограничены, значит, крупные, да, игроки именно в своих тратах на рекламу, что тоже существенно сказалось на рекламном рынке белорусском. Ну, и всякие мелочи еще есть в нашем законодательстве, такие, например, как странные правила по поводу проведения рекламных мероприятий, рекламных игр в соцсетях, то, что стало уже притчей в языцах, о чем мы писали предложения на всех уровнях, во все инстанции, нам что-то обещали, где-то там эти изменения готовятся, но мы до сих пор не знаем, когда они будут и прислушаются ли, да, к мнению бизнес-сообщества. То есть, да, в Беларуси это тоже актуально, наверное, по другим вопросам, менее глобальным, скажем, чем в России, но тем не менее, объединение наше и, ну скажем, высказывание своего мнения, высказывание своих предложений, оно актуально всегда в период кризиса в экономике особенно. Спасибо. Я полностью согласна с тем, что говорит Людмила, обращаться к государству за какой-то помощью просто, ну, нет никакого смысла. Если говорить, допустим, о нашем издании, то мы мы никогда, во-первых, не были аккредитованы в премьерсной власти в первый момент, но в связи с нашей 18 лет, да, за наши 18 лет и в связи с последней ситуацией, ну, может кто-то в курсе в Беларуси строительство аккумуляторного завода, наша позиция, которую мы заняли по этому вопросу, привела к тому, что государственным предприятиям просто-напросто запретили давать рекламу в нашу газету. И вот учитывая даже этот момент, предположить, что мы сейчас напишем письмо «Помогите нам, нам так тяжело», и предполагать, что нам помогут, ну, это просто-напросто да. Если даже ресторанам не помогает, там, да, в очередь становиться, предположить, что они помогут независимым, государство поможет, независимым СМИ, по-моему, ну, это просто идеально. Спасибо. У кого есть еще комментарии или кто хочет? Да, Людмила. Хочу поддержать Татьяну, вот она сказала очень важную вещь, ну, с одной стороны, что нам не помогают, а наоборот мешают, и дай бог, чтобы не добили это, да, но есть еще одна вещь, которую, в общем-то, мы вправе требовать от государства, и это предоставление информации, когда независимым СМИ, даже крупным, не дают информацию, не дают аккредитацию, несмотря на наш статус официальной СМИ, когда нам говорят, что вы лучше уточняете информацию, но ты звонишь по всем каналам, и все говорят либо без комментариев, либо я занят, перезвоните позже и отключают телефон, это вот свежие совершенно кейсы, да, то есть государство обязано предоставлять информацию, особенно по таким важным вопросам, как вопросы пандемии и тому подобное. Что касается лоббирования от отрасли, Ирина, может быть, Алексей еще, да? Ну, я, да, тут трудно не согласиться с тем, что коллеги озвучили, я думаю, что мы все еще где-то там подсознательно думаем, что нам может очень сильно прилететь за то, что мы пытаемся информировать и давать информацию и добиваться комментариев. Уже были достаточно однозначные заявления от Лукашенко лично и его других чинов, поэтому был недавно кейс с АЦУКОМ, незакончившиеся за расследование. То есть, на самом деле, ну, белорусские негосударственные медиа так работают на линии фронта уже достаточно давно. Но при этом у нас есть отраслевые ассоциации, есть БАЖ, Белорусская ассоциация журналистов, которая тоже постоянно, настойчиво, часто, безрезультатно обращается в самые различные структуры для того, чтобы решать и те вопросы, которые поднимала Людмила и Татьяна, пока, к сожалению, безрезультатно. Поэтому я думаю, что мы должны продолжать это все делать, но каких-то иллюзий, что вдруг сейчас произойдет пересмотр генеральной линии не партии, очень трудно. мне понравилось то, что Людмила перечислила какие-то конкретные вещи, которые бы не помешало изменить для того, чтобы отрасль в кризисе сегодня чувствовала себя немного получше. Вот, и, наверное, может быть, как-то нам мыслить в эту страну, чего бы нам не хватало, потому что, ну, мы все понимаем, да, действительно ситуацию, в которой мы сегодня находимся, но что-то нужно с этим делать все-таки. И я предлагаю тогда в свободном порядке давать реплики на все эти вопросы, которые прозвучали, и все-таки мне очень нравится вопрос про то, про новую аудиторию, и про, на самом деле, немного связано это с тем, что, как бы, кризис, который с одной стороны топит, с другой стороны дает новую аудиторию, может быть, что-то еще дает хорошее, кроме плохого. Людмила. Я, наверное, начну, да, ну, кризису, наверное, сложно, мало кто благодарен, тем не менее, периоды таких встрясок, это периоды больших изменений, тот, кто начинает активнее искать, да, возможности, поскольку, когда все хорошо, вроде бы, как и не хочется ничего искать, когда все плохо, начинаешь больше шевелиться, и, возможно, появляются какие-то новые идеи, развиваются новые направления, ну, например, кризис 11-го года, даже где-то приятно уже вспомнить, да, по прошествии времени, когда ты говоришь, что ты такой молодец, там была 200% девальвация, ты выжил, и вроде бы даже с прибылью вышел. Что касается новой аудитории, тут уже звучала мысль в самом начале нашей беседы по поводу того, что, ну, получить вот эти периоды новых читателей достаточно просто, но самый большой вопрос, сможешь ли ты их удержать, заинтересовать таким образом, чтобы они остались у тебя после окончания вот этой коронавирусной встряски, и здесь уже, наверное, как раз вопрос к тому контенту, который не связан с коронавирусом, чтобы вот те переключения косы, которые у нас, к сожалению, возникали где-то в конце марта, и с которыми мы активно боролись, когда 80% даже развлекательных, да, каких-то статей были все равно связаны с коронавирусом, звезды в коронавирусе, коты в коронавирусе, коты не могут выйти погулять в связи с коронавирусом, но, наверное, надо следить за собой, чтобы ты давал все-таки разнообразный контент, который нужен и полезен, и который, возможно, зацепит тех людей, которые пришли к тебе за статистикой по коронавирусу. Да, у меня есть желание высказаться. Дело в том, что для меня этот кризис, я на самом деле довольно много слежу за тем, что происходит в западных медиа, по роду своей деятельности, скажем так, и, как мне кажется, этот кризис очень важен по двум, как минимум, по двум позициям. Первое, это, это, конечно, довольно серьезный гвоздь в гроб печатных медиа. Очень мощный, это закрытие изданий, это выход, приостановка выпуска изданий, но мне очень сложно будет предположить, что эти издания заново будут восстанавливать свою деятельность по полному объеме. И, как мне кажется, это очень важный урок этого кризиса будет заключаться в том, что не стоит подполагаться на старые модели, а нужно уже сейчас думать о том, что будет нового, что нового можно будет делать. Я, когда говорю про старые модели, я говорю исключительно про печатные издания, которые упорно не хотят замечать digital. Уже несколько лет мы все, кто завязан на медиа, так или иначе говорят о стратегии digital first, когда цифровые продукты идут на начале, дальше идет газета. И, как мне кажется, этот кризис, в общем-то, он покажет на самом деле, кто готов к такому переходу, а кто не готов. Я думаю, что это, конечно, правильно. Это хорошая вещь для рынка в целом, когда происходит подобное чутки. Я тут немножко циничен на самом деле, но, как мне кажется, этот рынок, этот кризис очень сильный катализатор будет для перехода в digital издания, которые до сих пор еще работают по системе газет печатных. Естественно, здесь, конечно, очень сложный вопрос с локальными изданиями, но в европейских странах, например, вот я слежу за их новостями, там этот вопрос решается довольно просто. Например, сегодня была новость о том, что один из крупнейших, опять же, британских издателей региональной прессы, NewsQuest просто-напросто закрыл все свои издания по платным доступам. И вот это как раз второй урок, который, как мне кажется, очень важен в этом кризисе, это взлет платного доступа, не donations, а именно поеволов. И здесь есть очень интересная иллюстрация, на мой взгляд показательная. Если помните, когда были не похожие, но близкие по сути природные катаклизмы, это всякие ураганы Сэнди в США и прочее, 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 там было наоборот, все издания вдруг резко начали отказываться, открывать доступ к своему контенту. Здесь же мы видим немножко обратную историю. Здесь мы видим, что платный доступ, он растет. И вот показательный пример, это издание в National Times, которое открыло доступ бесплатно к новостной ленте к коронавирусу, и при этом они получили за март 35 тысяч новых подписчиков по платной версии. Это показатель, как мне кажется, ну, по крайней мере, я на это надеюсь очень сильно, может быть, я излишний романтик в этом смысле, но я очень сильно надеюсь, что это показатель того, что у аудитории происходит, благодаря этому кризису, какой-то сдвиг в сторону качественных материалов, не на новостных, потому что новости, как мне кажется, они должны быть бесплатные, обязательно всегда, такая базовая потребность, а вот все то, что выше, все то, что глубже, шире, сильнее, то должно быть, конечно, идти в сторону платного контента, и опять же, этот кризис нам показывает, что рекламная модель она крайне неустойчива, и вот этот вот всплеск интереса аудитории, не знаю, неправильно слово интереса аудитории, а всплеск потребности аудитории заплатить за какой-то качественный контент, мне кажется, это вот и благодарность, и урок, и не знаю, что то еще, то есть это одно из направлений, в которых медиа, как мне кажется, должна активно развиваться. И если говорить еще про трафик, что нам делать с этим трафиком, я думаю, что с ним на самом деле делать ничего не нужно, потому что это, как уже здесь было сказано, трафик достаточно дикий. Единственное, что, конечно, можно с ним попытаться сделать, это, как опять уже здесь говорилось, это попробовать предложить что-то иное для аудитории, даже если мы говорим про коронавирус. Мне очень нравится, например, по последнее время активно развивается такой тренд, в журналистике, так называемый solution journalism. То есть это журналистика решений, когда речь идет не про то, чтобы информировать о том, что, например, столько-то человек заразилось, столько-то умерло, и, в общем, мы все в итоге умрем. Здесь вопрос в том, что мы эту историю подаем как повод рассказать о том, как где-то происходит решение этой проблемы. И это касается не только темы коронавируса, естественно, касается, в принципе, любой сложной, такой жесткой темы, которая жесткой на новостной теме, я имею в виду. И вот этот подход, когда мы, как журналисты, предлагаем читателю не просто, не знаю, там, очередной байт информации, рерайта, откуда-то, из каких-то источников, а предлагаем посмотреть на решение, обозначим по проблему, обозначаем ее, и предлагаем тут же какие-то варианты решения, но не сами их выдумываем, естественно, потому что мы, как журналисты, наверное, это не должны делать. А мы ищем кейсы, которые вот, истории, где рассказывают о решениях этих проблем. Ну, вот, например, с тем же коронавирусом одно время все восхищались подходом пандемии со стороны властей Сингапура и Северной Кореи. Сингапур в той, оказалось, дут. Давайте, может быть, не будем уходить конкретно в какие-то истории, чтобы успеть посмотреть. Потому что есть два варианта, как можно эти истории рассказывать. Можно просто ссыпать фактами, а можно предлагать что-то больше. Из-за этого что-то больше уже хорошо бы, конечно, брать деньги. И здесь, кстати говоря, я не думаю, что мы здесь будем сильными конкурентами, например, врачам, которым тоже нужны донации. Мне кажется, это немножко разные вещи. Врачам это разовая вещь, то есть мы помогаем им прямо сейчас, потому что им это важно. Медиа это инвестиция в будущее, инвестиция в то, что журналистик останется независимой от, я не знаю, от конъюнктуры рынка, например. Я вообще на самом деле очень такой активный, не сторонник рекламной модели медиа. Мне кажется, что одно из будущих, одно из самых реальных будущих, это платные медиа. И поэтому, как мне кажется, вот этот кризис, он, в общем, нас довольно активно подвигает в этом направлении. Единственное, тут, конечно, действительно серьезная проблема будет у локальных изданий. С ними что-то надо будет делать, потому что, ну, и диджитал для них это довольно сложная вещь, потому что аудитория не всегда, особенно в небольших, не знаю, в очень небольших городах и деревнях, где существует газета, но сайт, наверное, пока еще рано делать. Я не знаю, это довольно сложная вещь, но в целом рынок, мне кажется, движется в этом направлении, и кризис является довольно мощным катализатором для этого всего. Несколько мыслей, если можно. Во-первых, по поводу того, что делать с внезапно свалившимся валом аудитории, как эту аудиторию удержать. Тут такая минутка саморекламы. У нас был вебинар Саша Амзина, известный российский медиаконсультант, который рассказывал о том, как в цифровом мире, какие можно использовать инструменты для того, чтобы конвертировать случайную аудиторию в лояльную. Мне показалось, что там было много достаточно разумных мыслей. Если вдруг кто-то из вас на этом вебинаре не был, опять-таки на тот же имейл, который я сейчас еще раз пришлю в чат, напишите, я сброшу ссылку, мне кажется, там было много полезного. На этом минутка саморекламы окончена. А тезисы с этого вебинара есть на сайте пресс-клуба. Вот, да. Значит, я еще хочу сказать вот что. Я абсолютно согласен с Сергеем в том, что это тот момент, когда, наверное, с печатной продукцией надо начинать потихоньку прощаться и говорить уже не о том, что у нас digital first, а о том, что у нас скорее digital only, а все остальное это скорее такой бонус. Единственное, что, может быть, я добавил бы, это две мысли. Значит, одна мысль, это, извините, пожалуйста, если вы уже эту картинку видели, просто для меня это такой один из очень полезных способов оценивать мир. Значит, какое-то время назад, еще когда я работал на BBC, отдел изучения аудитории BBC определил шесть ключевых потребностей аудитории, то есть, чего, собственно, от нас хотят люди. И главная засада в том, что мы все делаем, связана с тем, что мы все бесконечно производим продукты из серии Update Me, из серии Dating Me Новости, в то время как интерес аудитории, и это показано на многих рынках по всему миру, к вот этой части продукта он абсолютно минимален, а больше всего люди хотят, чтобы мы им давали перспективу, то есть, показывали, где их страна находится в сравнении с другими странами, где их город находится в сравнении с другими городами, чтобы мы им что-то объясняли понятным языком, и чтобы мы, и тут мы пересекаемся с тем, что говорил Сергей, и с тем, чтобы мы их в каком-то смысле вдохновляли. Вот у нас тут есть Inspire Me. Значит, в какой-то степени это часть общего тренда на Solutions Journalism, в какой-то степени это рассказ о людях, за которыми хочется следить и так далее. И очень любопытно, что какое-то время назад есть такой американский медиа-следователь Фредерик, по-моему, может быть не Фредерик, Филу, он спросил, Фредерик, да, он спросил своих студентов, как им кажется, как будет выглядеть медиа будущего. Он написал про это пост в Медиуме. И в общем и целом они все, а это все молодые люди, это вот та молодежная аудитория, за которую мы якобы должны так активно бороться, они все сказали, что хватит нам уже рассказывать новости, нам не надо новости, нам надо, чтобы вы нам сказали, что нам с этими новостями делать. То есть не дали советы, пойдите и проголосуйте за Петю, да, а поставили бы эти новости в некий контекст. И мне кажется, тут Сергей абсолютно прав в том, что, наверное, есть смысл в том, чтобы вот сознательно заставить себя производить меньше, производить меньше новостей из серии «Умерло еще 4 человека и 2 кошки» и производить значительно большее из серии, сравнить, объяснить, показать общие тренды и, да, рассказать какие-то вдохновляющие истории. Последняя очень короткая мысль, после которой я замолчу, она связана с тем, что вот этот цифровой переход, о котором Сергей говорил, да, действительно, во многих маленьких, может быть, городах, деревнях, общинах, да, каких-то, может быть пока что, по крайней мере, в Беларуси и нету условий для полного перехода на цифру в ее, как бы, привычном нам понимании, но мне кажется, что здесь очень интересен пример некоторых других государств, в частности, азиатских государств, которые перескочили через десктопную модель и ушли сразу на мобильную модель. И мне кажется, что переход на, если понимать под словами переход на цифру, переход сразу на мобильную модель, то мне кажется, что это может сработать и на таком рынке, как рынок Беларуси, Хотя готов абсолютно спорить, готов обсуждать аргументы о том, почему это маловероятно. Спасибо. 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 Будем очень ждать. Пока. Спасибо, Анна. Спасибо, счастливо. И мы передаем слова Ирине. Да, на самом деле коллеги набросали просто столько уже всего, что нужно будет очень много времени, чтобы это все разобрать или переварить. Наверное, у меня несколько ремарок. И, наверное, проще говорить за каждое, за свое медиа, потому что мы даже в нашей группе очень разные. Медиа от локальных, региональных до нишевых, тематических и национального ведущего издания «Диджитал». Поэтому у каждого у нас может быть немножко свой взгляд на то, что делать с аудиторией и так далее. С нашей колокольни. То есть для нас было важно, остается еще более принципиально важно работать на свою ядерную аудиторию и желательно наращивать ее. Возможно, мы сможем ее нарастить, в том числе и за счет тех, кто пришел к нам сейчас на волне коронавируса. И именно в эту сторону мы очень активно сейчас копаем. И именно в эту сторону мы видим, что нам хочется, чтобы у нас больше и больше людей рециркулировали на сайте, то есть в журнале, чтобы они переходили из одного материала в другой, оставались. И чтобы для них было вот это вот все то, чтобы было в красивой картинке Артема. И как раз-таки на CityDoc из тех медиа, которая сразу была нацелена на educate, inspire, explain and give a perspective. И для нас это работает и, наверное, будет работать и в будущем. Но сейчас просто еще больше вопросов и возможностей о том, как дальше работать с этим ядром и что оно себе представляет. И тут большое спасибо Ане за ремарку по поводу аудиторных исследований. Мы все, к сожалению, полагаемся на аудиторные исследования, то есть на аудиторные данные в «Диджитал», которые мы можем видеть на чужих, не своих инструментах. Это Google Analytics и Яндекс.Метрики. Но мы очень мало знаем о наших real users. И это хотелось бы поменять, но, к сожалению, ресурса одного издания здесь не хватит. Да, конечно, мы все об этом думаем много, но это очень-очень затратная часть. И поэтому каждый, в том числе Гродно Лайф, предлагает, например, опрос своих читателей. Это тоже инструмент, и нужно его делать. Я думаю, все мы будем этим инструментом пользоваться активно. По тому, что этот кризис… Что для нас интересно в контенте, что мы больше хотим уже работать, мы будем работать еще больше. Это идея эмпатии, да, то есть того, что мы все как-то в обществе стали вдруг чуть-чуть больше внимательнее относиться друг к другу, чуть-чуть, может быть, открываться больше и не быть такими closed-minded. И вот с этой темой нам кажется, что сейчас особенно интересно работать. И мы тоже видим, ну, для меня, например, достаточно вдохновляюще, насколько белорусы сумели самоорганизоваться, активизироваться. И вот этот какой-то подъем гражданственности в таком широком понимании, для меня это как раз вот из тех позитивных, наверное, новостей, открытий этого тяжелого периода. Что еще хотел, наверное, Сергей поговорить на тему того, что рекламная модель, безусловно, ненадежна. Естественно, что мы понимаем, что мы должны диверсифицироваться. В Беларуси уже тоже очень активно экспериментируют, в том числе с клубами, с подписками, с membership model, членской моделью. Но для того, чтобы эти модели работали, по-настоящему журналистика должна представлять себе ценность для общества. И, к сожалению, в Беларуси, мне кажется, мы только на пути к тому, чтобы нас, как журналистов, как медиа, ценили в том числе рублем. Я совершенно согласна, что скорее подписка, чем донаты, но, тем не менее, это еще такой путь, и путь в экономически сложной сейчас ситуации. Поэтому если бы вдруг мы все... Плюс нам кажется, у нас есть еще какая-то миссия, и вот прямо закрыть контент для читателей сейчас я бы, наверное, не смогла, в том числе по моральным принципам, потому что мне кажется, что сейчас было бы... Ну, может быть, как раз сейчас тот момент, но все же не у всех будет возможность платить за контент. И чем дальше из национального уровня в региональный и локальный мы идем, тем, наверное, сложнее это реализовать. Тем не менее, конечно, отразить это не нужно. Еще из таких хороших новостей тоже. Мне кажется, что в Беларуси как раз, при том, что есть еще печатные издания, это тоже длинная дискуссия об их будущем, но, по-моему, большинство наших независимых медиа уже давно в диджитал, в основном в мобайл в том числе, и поэтому мне кажется, что здесь нам тоже коллективно есть чем гордиться, а не только бедствовать. Ну и последнее, наверное, скажу, что лично внутри сети Дога для меня все-таки еще раз предметом гордости и радости стала команда, которая у нас есть. Мы стали еще больше ценить друг друга, и поработав вот пять недель, уже почти шесть на удаленке, мы уже на первой неделе поняли, насколько мы друг по другу скучаем. Ну вот это, наверное, еще то, что такой, знаете, дополнительный бонус, что мы вдруг поняли, что плечо к плечу, и вот это личное ощущение друг друга очень важно, и я надеюсь, что мы сможем вернуться к этому чувству довольно скоро. Да, Алексей, пожалуйста. Да, хотел наполнить Ирину по аудитории, но и по исследованию аудитории, чем мы занимаемся. И, кстати, тоже последняя фраза Ирины о том, что редакции все друг по другу скучают, да, я тоже заметил, что действительно, это не разные вещи обматерить своего журналиста в редакции, потому что она вся чего-то другое в Телеграме это сделать все-таки, редакция намного лучше получается. По аудитории, да, растет. Там был в чате замет, замечание, что растет категория 55+. Я быстренько поставил комментарий, проверил, действительно, у нас тоже она все быстрее других всех в процентном соотношении. И по новой аудитории, как раз вот этот рост связан с коронавирусом у нас наложился на то, что мы планировали исследование очередное, мы раз в полгода проводим анкетное исследование через Google-форумы довольно простыми анкетами, в прошлый раз была очень жесткая анкета, 39 вопросов придумали, то есть она была для очень-очень язвенной аудитории, для тех, кто готов буквально 30 минут в связи заполнять. Сейчас она намного проще, потому что ориентирована, в том числе, на новую аудиторию, чтобы они могли максимально в 10 минут, и даже в 5 ее заполнить. Ну и в том числе есть вопросы о том, как давно она считает. Попробуем узнать те люди новые, которые появились, готовы ли они настолько, близки ли они по нас только что, если анкетку-то заполнят, потому что по принципу на сайте все прекрасно, то есть люди новые неплохо, глубоко читают. Ну и кроме вопросов о том, как давно читают, у нас еще вопрос о том, что они готовы платить в диджитале, вот это нас сильно интересует, теоретически готовы ли они платить и за нас, ну и куча других вопросов. Это такое исследование непростое, потому что потом заполнят все 500 тысяч анкет, а всех фактически надо вручную анализировать, потому что вполне на вопросах открытых. Прошлые анкеты мы очень долго разбирались. Но это очень, мне кажется, хороший инструмент. Нам в составлении ее сейчас, новой анкеты, вот очень новые исследования на этот месяц, помогали коллеги из «Лумаги», про которую я сегодня уже сплю, наверное, кажется, в разговоре. Они же тоже, видите, таким занимаются, даже показывают свои примеры. Так что вот узнаем, думаю, уже в мае насчет истории прибежавшей, насколько она может быть там полезна, близка, потому что, в принципе, у нас такое, да, маленькое региональное нишевое издание, то есть наша аудитория, она такая, которая к нам приходит буквально в редакцию, но лучше это именно, не время этой теми, ногами, и мы ее как бы чуть ли не сознаем. Было бы неплохо, конечно, чтобы эта новая аудитория по итогам исследования оказалась вот такой же ядерной, это было, конечно, прекрасно. Мы по-узнамим, через месяц мы все проанализируем. Спасибо большое, Алексей. Ну, а мы прощаемся с Артемом, который написал, что ему нужно убегать. Спасибо большое. Напоминаю, что есть имейл Артема, вы можете написать ему с вашими запросами. Спасибо за участие. Спасибо большое, что позвали. Да, значит, пишите, пожалуйста, на Алис в одно слово интерньюсорг по поводу, во-первых, вебинара Саши Амзина про конвертацию случайной аудитории в лояльное, во-вторых, по поводу наших следующих грантовых программ, которые есть, которых много, я с удовольствием про них подробнее расскажу. Спасибо большое всем и надеюсь, еще увидимся. Пока. Спасибо. И я хотела бы, наверное, еще передать слово тем участникам, которые не говорили о том, что же хорошего приносит все-таки кризис. Что мы получили хорошего от кризиса? То, что увеличился трафик, это, конечно, хорошо, но у нас еще выросли качественные показатели сайта, почему мы очень стремились. Нас очень, мы даже удивлены, нас очень радует, то, что у нас директ выросли по 3 месяца на 40%. Это очень хороший показатель для нас. За что, наверное, еще посленно благодарный кризис за то, что он нас взбодрил очень сильно, заставил вырваться из этой рутины, в которой мы постоянно находимся, и заставил немножко по-другому посмотреть на ситуацию, на редакцию, на организацию работы. И плюс ко всему, это еще такой серьезный экзамен для всего коллектива, в том числе и на профессионализм, на выживаемость. И, конечно, одна из наших задач, которая стоит перед нами в это непростое время, это, конечно, хотелось бы сохранить коллектив, и, несмотря на все эти пессимистические прогнозы отмирания бумажных СМИ, нам бы все-таки очень хотелось нашу газету сохранить, потому что она нам очень дорога, мы вложили в нее много сил, можно сказать, это очень серьезная часть нашей жизни, и мы приложим максимально все усилия, чтобы бумажную версию газеты также сохранить. И тем, никто не отрекает, сайт, мы вкладываем тоже в очень много сил, мы поняли, что мы немножко присмотрели работу в своей редакции за последний год, мы понимаем, что раньше у нас было такое мнение, что самое главное это газета, сейчас мы понимаем, что главное это сайт, но газету мы тоже очень хотим сохранить. вот, и на вопрос, что мы планируем делать с аудиторией, которую мы получили, да, вот у меня подсказал главный редактор, говорит, что вот эту аудиторию нужно, мы планируем продать оставшимся в живых рекламодателям. Спасибо большое. Что касается оставшихся в живых рекламодателей и советов, в общем-то, нашим медиа и мыслям про тот самый кризис для медиа, Александр, может быть, что-то добавите? Знаете, я ничего хорошего в этом кризисе не вижу, я вам честно скажу, и мне не за что быть ему благодарным, и я не вижу вообще никакого повода искать какие-то в этом плюсы. Это такая типичная, идеальный шторм, который накрыл не тех, кто этого каким-то образом заслуживал, не заслуживал, он абсолютно неестественный, поэтому я вижу повода что-то тут даже искать. Ну, шут произошел, ну окей, надо что-то с этим делать, надо каким-то образом выживать, это окей, а что в этом хорошего? Абсолютно ничего. Это я читал, кто-то смешной пост был в Фейсбуке, ну вот коучи и эти, как их там, тренеры личностного роста, ну и прочие там аферисты советовали всем выйти из режима комфорта. Ну вот все вышли, и что теперь? Вот такая же история и здесь. То есть тот, кто работал над, грубо говоря, своей эффективностью, он в общем-то и остался эффективен. Тот, кто не работал, этому вряд ли поможет, он загнется. Ну, поэтому что, ну, я не знаю, ничего хорошего я в этом особо не вижу. И искать там, ну, искусственно, что, ну, это может быть хорошо, это может быть хорошо. Ну, вырос трафик. Если ему никому продать, какой в нем смысл? Ну, с точки зрения экономической, да? Если люди читают все про ковид, а это видно по просмотрам там новостей, в том числе на ваших ресурсах, да? Они читают вот про эту всю историю, а остальной контент остается, откровенно говоря, не востребованным. Ну, что там? Ну, это, ничего в этом хорошего нет вообще. Поэтому, ну, это такая фигня, которую надо как-то пережить, выплюнуть и жить как-то дальше по этому поводу. Про вот эту модель по поводу пеймента за новости и все остальное, она еще более кривая, чем рекламная, потому что, когда пока появится кто-то, кто делает контент такой же, а еще чуть лучше и бесплатно, эта модель накрывается медным тазом очень бодро и весело. А такие всегда появятся на текущем рынке, да? Посмотрите, что с медиа сделал там Facebook, да? Он их просто все, ну, привальил. Все мировые медиа де-факто, ну, за исключением каких-то голобальных брендов типа там New York Times и всего остального, они де-факто скатываются к белорусской модели, да? Минимум костов, минимум расходов, малое количество там стаффа журналистов, а все остальные сдохнут рано или поздно. Все. Поэтому, ну, это новая реальность, в ней надо как-то жить, альтернативы рекламной модели вообще никаких не вижу. Ну, то есть, мы же не будем какие-нибудь имена в пример приводить, это же другая история, это де-факто благотворительный фонд, и поэтому деньги несут, а не потому, что хотят читать их контент. Ну, то есть, это де-факто не медиа в традиционном понимании, да? Поэтому, ну, грубо говоря, гипербрендом люди готовы там нести деньги, да? Ну, известным, с высокой узнаваемостью, со всей остальной. На локальном рынке это создать практически нереально. Ну, либо можно похоронить все локальные медиа, ну, и там читать, не знаю, New York Times, но он про Минска будет писать в лучшем случае раз в году. Ну, и тогда все мы полезем, почитаем, порадуемся, переведем в Google Translate, но те, кто английского, не знают. Ну, здесь такое. Поэтому, не знаю, мне кажется, надо как-то эту историю просто пережить, срезать лишний жирок, ну, у кого он еще там остался, ну, у кого не остался, ну, тогда хана, значит, будут другие медиа, другие рекламные агентства, в конце концов, ну, все будет другое. Такая жизнь, ну, в ней такое происходит время от времени. А вот вопрос с ответом да-нет вообще. Стоит ли сейчас в это время действительно пытаться, как Людмила и предположила как-то продвинуть именно возможность рекламировать там в лучших условиях медицинские товары, например? Лоббировать что-то в этой стране? Ну, ну, я, как это, Chairman of the Board IB, да, Interactive Advertising Bureau. Мы же там общаемся с этими людьми, вот как раз, как и Людмила, да, ну, и там, ну, окей, совещание в марте какое-нибудь, да, приходит, в марте, я имею в виду, Министерство антимонопольного регулирования торговли. Ну, хорошо, ну, там приходят представители МВД и представители Минздрава, да, Марта вроде нормально говорит, что, типа, ну, нужно же пойти на какие-то послабления или там не заморачиваться, вот нафига, вы зарегистрировали нерецептурный препарат, да, что дальше людей долбить, ну, по большому счету, какое-то там согласование этих там рекламных там месседжей, макетов, всего остального, вот есть там какая-то история по поводу этого препарата, есть там его упаковка, есть еще что-то, это же в любом случае люди это видят, правильно? Отставьте в покое, пусть люди сами, ну, без всякого согласования, да, согласно там законодательству ему следуют и делают что-то. Ну, в ответ Минздрав говорит, нет, мы-то типа не хотим, МВД не хочет размещать рекламу, ну, разрешать там рекламу дорогого там алкоголя, вина там еще чего-то, да, хотя кейсов по всей Европе ведрами, да, что это нормально работает и наоборот способствует далкоэголизации населения. Никого ж не колышет, что люди бухают дешевое вино, ну, плодово-ягодное и водку, правильно? А ей перейти, ну, сделать этим людям возможность пить там такие более дорогие в меньшем количестве напитки, да, это де-факто и есть далкоэголизация, как не смешно, потому что люди будут пить в любом случае. Но это ни до кого не доходит, поэтому в Беларуси это абсолютная потеря времени, сил, нервной системы и всего остального. Ну, настоящего. Этиматор маленький сейчас был такой, не маленький. Нет, ну, можно этим развлекаться, там, заниматься, ну, что, ну, обратиться к государству, чтобы оно поддержало медиа. Беларусское государство будет счастливее, если независимая медиа сдохнет. Понятно. Ну, это же, ну, давайте же не питать иллюзий по этому поводу. Если они закроются, он с радостью будет вещать, как это сказать, официальные там каналы и все остальное. Ну, можно обратиться, ну, что нет. Ну, выступить скажет, денег не дадим. Давайте еще их польем говном, как рестораны, кафе и все остальное. Тут скорее, ну, единственный вопрос, это в местных каких-то там, не знаю, там, сообществах, каких-то там локальных партнерствах, да, ну, грубо говоря, да, в тяжелые времена все должны, ну, как это сказать, отказаться немножко от какого-то там, что ли, там, не знаю, как-то снобизма, завышенных требований друг к другу, каких-то таких вещей, ну, и по-человечески относиться, да, ну, то есть понимать, что либо все выживут, либо вообще практически там никто по большому счету. То есть руки выкручивать друг к другу, ну, если компания находится на разных кусках денежной цепочки, абсолютно бессмысленно. Ну, это вопрос как раз с арендодателями и с арендовзателями, когда никто не хочет уступать, и все... И все... что арендодателям они говорят, так нам же банки, они же, мы же взяли кредит, мы же это вообще купили, значит, у кредита, значит, мы должны же платить там какие-то постоянно проценты, основной долг, и все остальное, и мы же дураки взяли это в долларах, да, ну, или там в евро, например, да, вот если вы нам не будете платить, мы не заплатим банку, а банк тоже коммерческая организация, ему тоже там не заплатят, и вот это такая история, знаете, по цепочке какая-то, всех прекрасно там можно понять, да, но медиа, мне кажется, в лучшей ситуации, медиа может спокойно работать из дома, просто ликвидировать там свой офис, рекламное агентство может там работать из дома, вот цех там, не знаю, по пошиву масок из дома работать ему сложнее, или там заводу какому-нибудь, или еще что-то, а тут, ну, есть проблемы, ну и бог с этими офисами, бог с этой арендой, не будет денег на офис, ну, значит, съездим все на квартиру, ничего не мешает, по большому счету. Поэтому, ну, не знаю, в Беларуси бизнес выживал, ну, я не имею в виду около государственных, да, в Беларуси бизнес выживал всегда сам, без всякой помощи, да, со стороны, ну, в МИДе немножко другая история, есть там эти гранты, там, все такое, да, но де-факто на, только на себя и на своих коллег, мне кажется, надо рассчитывать, планировать все, тоже, все стратегии можно выкинуть в мусорку, глобальные планы, все остальное, сейчас надо жить одним днем, одной неделей, собирать копеечку до копеечки, как это сказать, поднимать дух там своих сотрудников, коллег там, рекламодателей, всех остальных, и все будет прекрасно, ну, потому что никто не знает, что будет завтра, может, полстраны перемрет, а может, и нет, может, все сядут в карантин, а может, и не сядут, а может, белорусы пойдут на улицу, может, еще что-то произойдет, это неизвестно, планирование, неизвестно, но это современный мир, это окей, мы будем жить в новом мире. Ну, да, новый дивный мир, это верно. Я предлагаю сейчас Сергею Якупову сказать какую-то завершающую свою реплику, отношения, и Сергею Латникову также, и мы будем, наверное, завершать наш сегодня такой большой медиатоп, потому что тема очень болезненная. А реплика касаемо тема или вообще в принципе главная? Вообще, да. Ну, мне было очень приятно послушать, пообщаться, и спасибо всем за очень живой такой разговор, и приятно было увидеть тех, с кем знакомы, тех, с кем не знакомы, было большинство. Вот, теперь будем, наверное, встречаться, по крайней мере, так в онлайне чаще. я на самом деле в какой-то степени я, наверное, поддержу Александров в его таком пессимизме, вот, но... В реализме. Ну, хорошо, в реализме, в реализме, но во мне еще живет такой медийный романтик, который, в общем, верит в светлую миссию журналистики, в светлую миссию технологий, которые эту журналистику будут развивать и продвигать дальше. На самом деле, несмотря на все, что мы сейчас говорили, к сожалению, мне кажется, процентов на 70-80, я уверен практически, что ничего-то не изменится на самом деле. То есть, потому что кризис уже не первый, не последний, но это во мне говорит тот, который Александр поддерживает. Это часть моего разума. Вот. Но действительно хочется верить просто в то, что кризис, они для того нам нужны, чтобы как-то переосмысливаться, немножко остановиться и понять и действительно жить уже не какими-то фантазиями, а что-то уже к земле, что называется, приближаться в каких-то вещах. Вот. Но я верю в то, что медиа это один, в то, что он будет жить и без поддержки государства и живет без поддержки государства. Кстати говоря, в качестве контраргумента Александру есть масса изданий, которые маленькие, но которые зарабатывают только на читательском интересе, на аудитории и получают довольно неплохие деньги. Не только New York Times и в Financial Times этим живут, но другое дело, что разные рынки, у нас рынок один, в России рынок другой. Я смотрю на Швецию, для меня это вообще идеальная модель существования медиа. Это и норвежская, и шведская, но вообще в принципе скандинавская. И с точки зрения поддержки государства там идеально все выстроено. И с точки зрения влияния журналистики и востребованности журналистики как институции. Потому что у нас что в России, что в Беларуси медиа это ой, сейчас можно скажу не очень красивую вещь, но знаете, как собака лает, караван идет. К сожалению, во многих случаях это именно так происходит. То есть на любой материал расследовательский какой-то журналистский выходит пресс-секретарь президента и говорит это не я. И все такие ну раз сказал, значит это не ты. Все. И вот это к сожалению очень обидная история, потому что в развитых социалистических я сказал даже скандинавских странах там все-таки влияние медиа гораздо более серьезное. Я верю, что в будущем все-таки медиа будет иметь более серьезный вес. И это, кстати говоря, возможно будет как мне кажется исключительно только в ситуации, когда рекламная модель не будет такой всепроникающей, как это сейчас. Вот. Поэтому всем удачи, всем здоровья и моете руки и не трогайте лицо. Спасибо большое. Спасибо. Вот. И я передам слово Сергею Лапенкову. Сергей, какие-то ваши наблюдения во время сегодняшнего медиатока? Может быть какие-то советы, рекомендации, реплики? Никаких советов. Вы вполне самодостаточные люди для того, чтобы давать вам советы. К тому же у нас все-таки несколько разные ситуации в России и в Беларуси. Я абсолютно согласен с тем, что этот кризис собственное явление, которого лучше бы не было. Вот я однажды в армии служил без особой охоты и мне как-то такая поговорка «ну пойдешь мужчиной и станешь» она до сих пор непонятна, потому что есть несколько других способов стать в конце концов мужчиной, в смысле какого-то возмужения характера, а не в каком-то ином контексте и ни один из них в моем представлении с армией был не связан. Вот такая вынужденная ситуация. И абсолютно то, что происходит сегодня, это, к сожалению, для многих российских медиа станет временем последних дней. Хотя на самом деле они сделали все для того, чтобы как-то встроиться, перестроиться в новую реальность современного медиа. У них есть онлайн, у них даже есть мобайлы, но только денег это им уже не приносит и в ближайшее время приносить не будет совсем, просто потому что та кормовая база, которая для независимых медиа, это требует понимания, расшифровки независимой медиа, для региональных частных медиа, давайте так говорить, их кормило, ее нет. В ближайшее время, я думаю, что существенное количество этого слоя мелких и средних предпринимателей в России станет существенно меньше, к сожалению. и вместе с ним станет меньше возможностей для медиа. Кто-то уйдет, вот у нас очень разная организация, вот бумага, к примеру, о которой сегодня здесь вспоминали, они наши участники, очень люблю Кирилла и его товарищей, и это хорошая городская медиа, у них вообще нет никаких проблем, я имею в виду, у них есть проблемы, но они не связаны с бумагой, с печатью, с какими-то избыточными расходами, хотя они тоже сейчас находятся на удаленке, и тоже, как я понимаю, не совсем понимаю, зачем такие меры карантина были приняты, и есть большие издательские дома, у которых есть хорошие медиа, платформы, но в то же время они все равно зарабатывают на бумаге, на печати, и этот заработок сегодня для них закончился, поэтому назвать это время как бы хорошим, ну, честно говоря, я не возьмусь, и для того, чтобы выжить, наверное, надо делать все, активнее используя все возможности существующие, в том числе брать все у государства, потому что государство на самом деле не имеет своих денег, деньги, которые есть у государства, заплатил я из своих налогов, я плачу налоги, мои товарищи платят налоги, и я бы хотел, чтобы хотя бы отчасти эти деньги были адресованы, на мой взгляд, на какие-то очень понятные, человеческие, правильные цели, а не только на производство новых картонных ракет для съемки очередного мультфильма, понимаете, и когда мы обращаемся к правительству, мы говорим с позицией системных, наверное, изменений, которые могли бы помочь бизнесу в принципе, не только нашему, потому что в ситуации, в которой оказались мы, оказалось огромное количество медиа, которые находятся там в разном статусе, а не какие-то автономные учреждения, они мупы, гупы, неважно, но я, например, знаю такую газету Егоршинские вести, она выходит на Урале и редактор доставляет ее сама в несколько деревень, где есть подписчики, и это хорошая газета, на самом деле, хорошая, она пишет про Навального, они там, значит, журналисты ходят в какие-то пикеты и так далее, вот когда эта газета исчезнет, а риск этот очень велик, в этих деревнях не останется ничего, кроме федерального телевидения, первого и второго канала, могу я сказать, что это хорошо и кризис чему-то в этом смысле чему-то хорошему поспособствовал, ну, конечно, нет, поэтому это очень нехорошее время с очень неясными перспективами, да, кто-то эту аудиторию, которая к нему придет, удержит и потом, может быть, монетизирует, но сколько этих кто-то останется, я не знаю, поэтому я бы хотел всем пожелать, наверное, какой-то удачи, и пускай это время все-таки окажется не таким плохим, которым, ну, во всяком случае, я его ощущаю сейчас. Спасибо большое, Сергей, спасибо нашим спикерам, которые дожили до этого момента, на самом деле, мы не предполагали, что настолько много времени у нас, в общем-то, займет обсуждение, вопрос действительно больной, и это удивительно, и, естественно, что хочется говорить на все смежные и прочие темы еще дальше, это второй медиаток про уже кризис во время коронавируса, я боюсь, что третий возможно тоже будет на эту тему, возможно, будем надеяться, что появится что-то более оптимистичное и интересное, но пока что это то актуальное, что нас успокоит, вот, так что спасибо всем большое, и, что это такое, это такое, что что может быть, что это такое, Продолжение следует...